Давай тыкаешь. Так, тыкнул, все нормально. Всем, кто смотрит записи, привет. Это девятая часть трансляции прохождения Divinity Original Scene с БСП и Майкером. И сейчас мы находимся рядом с... Ой, что это такое? Озеро, да? Которое говорящие. Леди Озеро Квест. На Байкале. Самая глубокая, да. Из озера представилась Альмина, подруга Икары, умоляет нас отправиться в мир. Хиберхайма. Немецкое, видимо, название какое-то. Это из Тора стопудово. Тора смотрел. Тора смотрел, но что там вообще? В голове ничего не осталось. Там тоже такие миры были, типа Асгард, что-то там. Ибергайм. И еще другие понятные названия. Германское какое-то. В общем, мы убили какую-то тут воительницу именную. Получили вроде как свиток с заклинанием, который должен... Который здесь должны применить. Свиток, кажется, находится у тебя. Потому что мне только заклинание снятия барьера. Посмотри, пожалуйста, в новых своих шмотках. У меня тут столько всего. Вот, нам можно отсортировать. Разрывы между мирами. Пойте мне свои песни. Давай, с урожением. Даруйте мне неслыханные мелодии. Открывающие путь, вдовы изберения. Взываю вам силой зачарованного пергамента. Вау, откуда ты магию знаешь? Ты че, я Гарри Поттера в 7 частей пересмотрел. Мы, кажется, она сказала, в засаду мы сейчас пойдем. В 7 частей Гарри Поттера. И как ты после этого психологическое состояние твое не заменилась сильно? Ну, блин, я ж не подряд это делал. А то можно сессию строить, и все, ты просыпаешься на следующий год. Я снова сегодня увидел на ленте, что, типа, выявленный фанат, самый выносливый из «Звездных войн», он 46 часов без перерыва смотрел сначала все 6 эпизодов, а потом 9 раз пересмотрел 7 эпизод. Он живет в Техасе, кому интересно. Квест обновился найти ведьму. Мы прибыли в Ибхайм, куда и Кару забрала ее сестра Леандра. Мы ничего не знаем об этих землях, но, возможно, подруга белой ведьмы, Альмина, нам что-нибудь расскажет. Надо ее найти. Кстати, карту открой. Кажется, да, действительно были. Кажется, просто открылось там, и все. Да, но помнишь, мы в замок не могли войти какой-то зимой? А, ты думаешь, это он? Ну, что-то похоже, вроде, зимняя локация там, я так полагаю, она одна должна быть. А тут, типа, пещера такая же, как где мы были, просто зеркальная, да? С колодцами. Да, квест с колодцами действительно мы тогда не выполнили. Помнишь, говорящий колодец в брата колодца? Какой бред я несу для левого зрителя? Представляешь, брат колодец, который оказался в другом мире. Портал, экспа. А, и, кстати, был левелап же у нас, мы сейчас 11-го левела. БСП теперь тоже волк одиночком. А тут трупы. Слушай, меня страж зачарованно не пускает. Он говорит, не туда, а поворачивай назад, если я туда хочу. О, ты не хочешь попробовать поготовить? Тут костер как раз есть. Тут его котелок есть. Я сейчас приготовлю кое-чего. Пузырек для духов. Да, посмотрим. БСП вроде как блондинка, вроде как финдиректор, но готовить до этого момента не умело. Ничего, мы жрали... Не, я просто как бы... Мне нужна посуда. Посуда стоит деньги, поэтому... Помятая кастрюля. Лол, это можно наглым надеть. Я думал, в ней готовить можно. Сколько у меня сейчас что? Сколько у тебя сейчас денег, что на посуду не хватает? Может, на Новый год тебе подарить? Ой, 2700 у нас, Миша, осталось только. Знатно пошопились. Но я теперь не буду покупать ничего практически. Я тоже затарился хорошо. Так, давай попробуем второе мясо. И невозможное сочетание. Мне кажется, нужен обычный котелок, а не тот, который на башку можно надевать. То есть, как бы... Сфера правителя. Это изящная сфера, украшенная в окне сетки, и, судя по всему, очень дорого стоит. На ней, аккуратно, подчеркнуто написано, боги даруют. Кто бы сомневался. Очень дорого стоит, говорите? Неплохо. Слушай, на мне куча еще сущностей есть. Сущность огня 4 штуки 1000 стоит. Сущность земли 250. Сущность воздуха 750. Для крафта, кажется, это нужно. Да, может, продадим денег важнее. Не, не надо пока ничего продавать подобного рода. А тебе еще жезл какой-нибудь. Жезл? Серьезно, у тебя жезл есть? Да, какой-то там валялся, но он слабенький, я больше чем уверен. Но ты не скинул мне его еще, тем не менее. Да, он тебе не понравится, мне кажется. 65, воздух, молнионский прыжок. Да, взглянание это я и знаю, а для палочки урон все равно маленький. Так, тут пыльный пергамент. Странный материал. Закуток с сундуком и здесь только пергамент. Прочесть. Тебе удалось добраться до третьей сестрички? Да, до третьей из четырех. О, привет, спасибо. Что-то тебе слишком везет. А не могу поверить, что кто-то способен найти трех сестренок за один маленький поход. Скажи ко мне, следишь за мной, возможно? Отгадай загадку, если сумеешь. Я ноги вдовы, я ее блестящие глаза, я времена года, которые она прожила за двухлетнее одиночество. Что я за цифр? Цель улит. Так, это число, подсказка. А, число. Я ноги вдовы, я ее блестящие глаза, я времена года, которые она прожила за двухлетнее одиночество. То есть это суммировать нужно? Типа две ноги, два глаза. Число загаданное. Ноги вдовы, блестящие глаза, времена года за двухлетнее одиночество. То есть 30, да, получается? Или сколько? 28. 28. Ноги вдовы, блестящие глаза. Да, ну если мы допускаем, что... Многи вдовы, допустим, две ноги, 11. Бестящие глаза, это два нуля. Что там было дальше? Без шансов вообще. Ладно, прочитали записку, едем дальше. Тут забаррикодировано все, рычаг находится на другой стороне, смотри. Да. Квиклик. Какой, к черту, Квиклик? Откроет, может, она нам? Можешь разрушить это непреодолимое препятствие. Мы можем попробовать спуститься... А, не, мы были во всех местах тут. До... О, понятно. Как ты это сделал? Магия. Э! Где-то плита есть. Вернись на то место, где ты был. Да не копай, ты должен наступить на плиту. Скорее всего... Может, это ты наступил на плиту? Я стоял на месте. Я только пошел тогда, когда... И вот какой из тебя рейнджер, если ты не видишь механизмов? Техасский. Вот он, вот он. Проходи. Техасский. Опа, засада, эмбуш. Механа-крыса. Это альфа, бета. У них даже версии есть. Видимо, по патчам смотрели. Расскажи мне о крысах, пожалуйста. В частности, о всех. Две большие сзади, кстати. ХП у них по 300 у маленьких. Фигня. На воздух урон, ну, соответственно, молнией можно шандецом устроить. Меня беспокоят динамиты на маленьких крысах. Они, наверное, неспроста. У них ХП много, да. Резит к огню и резит к яду. А больше застанет. Водой, да, только и нет. Заморозит. Или могу сейчас переехать просто. Не, ты смогу, конечно. Давай застань, пожалуйста. А то, кажется, они в тебя сейчас побегут просто все. Во, отлично. К воздуху не очень у них. Три из четырех крыс застанены. Будут ходить две большие сзади. Механокрыса альфа. Альфачи. Отлично. Этого нокдаунил. Ёппар СТ. Как хорошо, что я взял одиночного волка. Как же мне нужен... Что будем уничтожены крысами? Стоим улыбаемся. Я бы уже откинулся сейчас. И, скорее всего, я откинусь. Капец. А, она просто... Стоять! Ну, я тоже ход еще туплю. И ты тоже. Главное, не станьте, гады. У меня доспех уже ломается. Я не тех застанил, короче. Надо было... А у тех, кажется, резисты должны быть по огню. Блин, мне почти косой хп сняли. Офигеть. Я сейчас вроде должен ходить. Могу тебя попробовать. Ну, стоп! Семь хитов. Семь хитов, Миша. Семь, Карл. Нормально. Дайте походить, сволочь. У тебя уже стан снят. А я все еще стою. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Вот она как выглядит. Пустая шкала здоровья. Сколько у меня осталось-то ходов? Ну, хватит, в принципе. Я в инвиз, короче, Миша. Отличный тимплей. Фин-директор первым делом ливает с компанией, как и главный бухгалтер какой-нибудь. Не, я могу попытаться их застанет еще раз. Лучше дальних станет. Ну, посмотри по резистам по их. Или туман кинь, чтобы они не видели, с ренжами стреляли. Что-нибудь нужно сделать полезное для общества. Снова верминтайт, говорят. Да, 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 проходим верминтайт. С видом сверху. Ты посмотри, что по резистам у больших. Я подозреваю, что молнии ты их не задамеджишь. Они же оглушением нас молнией стреляют. Воздух минус 100 у них, между прочим. Тогда стань. Стань тогда. Чего ты ждешь? Ну, ладно. Давай, с мелкими справимся. Наверное. Еее! А! А! О! Ха, слабак! Черт! Блин! Ну, ладно. А, нет, у меня что-то тоже хп уже нет. Я увядаю. Почему я не хожу? Я уже устал стоять. Дальние крысы оглушены. До моего хода будут. Короче, мелких надо убивать в тебя. Или валить просто. Можешь валить. Я поддержу это вое начинание. Я думаю, ты попытался сейчас очаровать крысу. Хотел тебе только сказать, что вряд ли получится. Я на следующий ход себе подготовил. Господи, я 4 хода отдыхал. Как выжили, непонятно. К огню, да? Пофигом на огонь. Воздух, молния. Только воздухом. Ну, может быть, еще с землей немножечко. То есть, ты остался, решил остаться, да? Да. Ну, скорее всего, я не гуфнусь в этот ход. Серьезно? Да. Откуда у тебя такая уверенность? Ну, они бьют в районе 70, у меня 340. Слушай, у меня есть идея. Вот так вот. Ну, ты их продамажил, зато неплохо. Ну, я насчитывал на оглушение двойное. Такой был план. Зато, возможно, не тебя будут бить теперь, как бы. Это вообще отличные новости. А у тебя хил в следующем ходу только. Хил только, чтобы был. Не, я к тому, что применится нормально. Может, пропить. У тебя бутыль... У меня бутыльков нет. Я уже пропил все. Ты уже, да, ты пропил. А, не, есть у меня один бутылек. Ладно, давай попробуем. У меня крысы большие, еще один стан, ход под станом. Соответственно, я могу... Что я могу? Я могу к тебе отступить. Или за тебя даже. Не, у меня нормально хп. Давай лучше я встану вот так вот просто, чтобы прикрывать от правых тебя, если что. Но хп-то у меня тоже есть. А! А где звук? У меня тоже нет звука. А, они взорвались просто. Они решили, что как бы хватит. Понятно. Вот зачем динамиты у крыс. То есть они на таймере, видимо, были просто. Капец. Мне угорают, что это без звука произошло. Когда у нас там сейв был? А, понятно. Ха-ха-ха, нет. Вперед, Миш. No! No! Ладно, это вообще изи. Поисследую пока местность. А ты будешь в подвал спуститься? О, там грум был. Мы с грум былом разговаривали? С грум былом не помню. Искалеченный гоблин, тут грум был и три этих кабана. Ну ладно, без тебя я не буду с ними разговаривать. Да, это обычно я знаю, к чему приводит. Появляются какие-то новые записи в дневниках. Там какие-то квесты непонятные. Как вы сейчас с водой, помнишь? На чем мы вчера закончили? Что-то от тебя озеро хочет. Там проскипал диалог. Оказывается, надо заклинание прочитать, чтобы оно открылось. Прицел. С чем мне объединить прицел-то, блин? О, я попробую прицел с луком объединить, кстати. Я не пробовал это делать. Лук. Ну прицел с луком логично же объединить, правильно? Ну да, снайперский поставить как раз. Вообще. Самая нелепая вещь, которую можно только придумать. А, я вот тут... А, нет, вот он. Давай. Пожалуйста, объединись. Невозможность. Вот козлина, куда мне еще прицел-то девать? Попробуй на дубинку навесить. Хорошо, он более вывел. Не, просто помнишь, что у тебя... А какой... Как у тебя апгрейд назывался? Какой-то... Нет, посох назывался ученический. У посох ученика апгрейд был... Что-то там двойка, да, там была еще? Там двойки не было. Там было название, которое говорило об апгрейде. Типа уровень или повышение. Я просто не знаю, где для моего лука-то найти это все добро. А сам лук-то у тебя есть? Да, конечно. А, ну, отлично. Я с ним и пытался соединить так-то это все добро. Вообще, действительно, прицел, как подсказывают сейчасики, логичнее на арбалет ставить. Ну, арбалет, пускательных приключений я не видел, в принципе. Плюс у меня, как бы... Телепортируйся мне и читай заклинание. Плюс с лука я качаю дамаг, там, у меня плюс 20% уже, и очков действия меньше тратится на лук. Поэтому арбалет и сакс, пацаны, свои. Итак, я читаю заклинание, и мы... Вау, да? Ты кликал. Я просто готов, заряжен. Включение, что... А тут карта рандомно генерации или нет? Нет, нет, нет. Потому что этого не было, по-моему. Там, во-первых, полутать надо было и взять пергамент. Так, мимо этой двери... А, вон там еще сундук какой-то наверху. Короче, мы тут, короче, рандомно все. Мы тут... Не, не рандомно. Вот портал я сейчас открою. И наверху должны быть трупы этих. Да. Ну вот, собственно. Нет, мне показалось, что мы в другую сторону шли для этого. Все, готово? Да. Ну тогда идем, открываем. Я кину воздушный щит на себя, и тогда точно меня не заставит. А ты делай, что хочешь. А да, ты как бы выкручивайся. В общем-то. Все, поехали. А уже ты дошел до этого места? Конечно. А что тут идти-то? Вот она, щелк. Погоди-ка. Вообще, я могу на тебя действительно щит кинуть, потому что у тебя инициативы больше. И ты сагришь, скорее всего, да. Давай я просто вот так вот сделаю. Поздно. Давай, давай, иди, не теряй время. Четыре хода. Открой. Блин, три хода уже. Черт. Ай. Ладно, три хода еще будет действовать. Надеюсь, что будет стрелять по тебе. Надеюсь, что я первый буду. Ха-ат. Давай, стань их, стань их к чертовой матери. Начиная с больших. Мелкие, они удар не держат. Всем, чатики, пламенный привет. У нас тут жара просто. Просто жара. Вот так вот, да. Большой крыс будет ходить до моего хода. Давай. Он, правда, меня будет бить, скорее всего, потому что я ближе. Сейчас мы придумаем, что тут сделать. Можно. У меня еще есть парочка уешек. Интересно. Давай, что сделаем. Давай я на него кину воду, а ты потом что-нибудь воткнешь ему. О, глушил. Он оглушился. Тогда изм. То есть у них огонь, к воздуху ничего. И воздухом, собственно, надо бить. Мелких, да, крыс? Начнем. Да, давай, поглушай их тоже. С дальнего начну. Ой, сразу минусы снизу, хорошо. Хорошо. Неплохо. Посох воздушный. Ну, я вот так вот. Пусть они лучше тебя грызут. Хотя у них физуха, в общем-то, пофиг. Ламинейшн. Так, давайте попробуем, как бы, это. Во-первых. Хотя, ладно. Тут вроде пофиг уже, потому что снова ходить буду я до оглушенных, после оглушенных крыс. И мелких буду забирать. О, блин, я туда хотел ворваться. Ладно, я могу ворваться туда, под конец прям, да? Или нет? Хотя ты ауешай чем-нибудь. Так чем ауешки? Молния ауе пока у меня нет. Ну, ты побей по тому, кто рядом со мной, хорошо. Это-то без проблем. Здорово. Кстати, ты в любом случае... А, ты хочешь? Ой, кажется, вот они взрываются будут. Так, как бы мне вас... Они не оглушены теперь даже. Они не оглушены. И будут ходить две большие крысы, которые будут оглушать. А щит с тебя спал уже. Так что они все оглушены. А, ну только... Пара-пара-пара-папа... Дальняя крыша... Крыша. Крыса не оглушена. Вот, дальняя большая. Да, я вижу. Я могу попытаться кинуть воду на этих, и тогда они точно оглушатся, скорее всего. Точно, скорее всего, не сочетается. Ну, хотя и в рамках женской логики. Сейчас проверим. А, добро. Доброе-доброе. Этот тоже орет про элиминейшн процесс. Но он по маслу не должен дойти. Да он не доживет, во-первых. Начнем с этого. Найс. Есть воздушный щит. Я, наверное, на себя кастану, чтобы не... Не алло. А, я должен под щитом не быть невосприимчивым как... Эффектом. То есть я могу врываться в стройку. В этой нём цвета вот. Отлично. Ладно, следующий ход. Куда ты поползла? Так, говорит, крыса замерзну. Спроизведение, кто не понял. А твой ход, кстати, найс. С руки не добьешь? С руки добью. Я просто хочу во второй уже, справа. Молнии. Но там Вижена нет. Хотя... Ну, от залпа убежала, да. Не, вот так вот можно попробовать. Найс. Ну, я тут добьём. Или лучше большую крысу. Большую давай добивай. Мелкую тут точно добьём. Главное, чтобы она не... А, чё тут? Новые? Оооо, неожиданный поворот. Два альфа чая ещё. Ну, ну, глушай. Ну, твой ход сейчас будет. Кажется, я зря потратила глушалки все. А, ещё мелкая новая появилась. Три новых крысы. Да. Две большие, одна маленькая. Ну, короче, смотри, чё я могу. Я могу... На меня забей. Щит меня не застанет. Урона серьёзно не нанесут. Поэтому... Давай делаем так. Дым делай раз. Какой... Какой... Куда... Куда ты кинула вообще? Да. Ну... Чтоб прицел с луком объединить, надо четвёртый уровень ремесла. Дает ловкость и восприятие. Ох, хорошие характеристики. Она мне тогда бы писала, что возможно объединить, но у вас не хватает навыка. Она мне вообще говорит неверное сочетание. А может, ты не знаешь рецепт ещё? С этим луком... Нет, нет, нет. А, окей. Скорее всего, конкретно с этим луком не подходит. Так. Ну чё, я могу в инвисту по уйти, конечно. Давай. Пусть бьют меня. Я серьёзно. Отлично. А это что, не видит? А, я... Как-то багует немножко. Этот взорвётся уже. Нет. Он не сказал elimination. А, не скрин начинает? Раньше нет, кто искрин, да. Какая продуманная механика. Две крысы большие будут следующим ходом ходить. Только не стан. Ай. Я, наоборот, хотел, чтобы меня он воздухом бил. Они прям как знают, гады. И физухой лупят. Три, блин, как больно. Так, хилочка, наверное. И вручную добивать мелких. Хилочка, раз. Хьюстон. Не переживай, у меня сейчас будет просто тонна очков действия, потому что я скипнул предыдущий ход. Вот это уже плохо. А вот это уже реально плохо. 370 хп. Пережжён. Стрелять будет. Блин, почему физуха? Зачем я щит так клау? Только не по мне. Нет! Я гуф. Я могу тебя резнуть. Ходов у меня туча. Давай. Желательно подальше от мелкой крысы. О-о-о, не достави я до тебя, ничего страшного. Сколько мне ходов не хватает, чтобы до тебя достать? В принципе... Я просто зря, наверное, ушёл всё-таки. Ты мог вытанковать часть урона. А-а-а. Да, это ты прав. Да, ювелирно сейчас пытаемся всё сделать. Надо будет тебе... Что такое? Оглушить крыс, которые скриты рядом с тобой, у неё оглушение уже спалёт. Ты к ней подходишь как раз. А я вижу, но я до тебя не достаю просто. Беда. А-а-а. Ты чехотов говоришь? Ничего себе! Вот это добро. Мина крыса ходит. Это так тебе система распознала. Механа крыса, механа крыса. Я. Слушай, как ты думаешь, её можно очаровать? Нет, робота вряд ли тебе удастся очаровать. И если я её убью, она, скорее всего, опра уешит, да? С другой стороны, что, она не сильно уешит? Да, где-то 150 тебе при таком составе хп, пофиг, должно быть. Давайте каким-нибудь ау-е. Ай, не попадаю, да? Ладно, хорошо. Я горю, я горю. Не добежи, не добежи, не добежи. Стоять, 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 стоять! Стоять! Блин. Капец, сейчас добьёт. Ну, у неё замедление, может быть, и не хватит ходов. Хотя, что-то... Там ровно очка хватит. О, не хватило, класс. Повезло. А вот это не очень повезло. Она не увидит меня. Только сейчас на линию выходит, да. Не должна стрелять. Так, есть проблема с хп. Хила нет. Я горю. Тебе нужно срочно зелья пить. Зелья нет. Горение снимаю. Это раз. Пирамидку ухожу в Envis, короче. А, ну, нафиг, конечно. Нафиг. Тоже горю. Причём... Только с тебя он... А, ты же горение. Всё, надо. Да, да. Всё, следующий ход. Удачи тебе. У тебя две крысы, тем более они... Сейчас должны разворачиваться, там куда-то идти назад. Угу. Глуши обоих прыжком. Можно было попробовать, да. Прыжок сделать, а потом в Envis. Прыжок, кажется, пять очков действия занимает. Да, пять очков действия. И он на КД ещё был. А так идея хорошая. А, ну да. Вообще найс. Два хода, да, заморозка? То есть можно ДПСить по ним. Ну, лучше бы ты хильнулся как-нибудь. Да нет, на КД у меня хил. А, нет, не на КД уже. Ладно, я и то, и другое сделаю. Я всё-таки мах. И волшебник. А зачем мне, как бы, ребята, стойки на точность, если я в основном АОЕ стреляю? Они не промахиваются. Да, да. А, ну, сила не влияет на это. То есть АОЕ с фиксированным уроном взрывается, насколько мне известно. Так. Давай, это добьем. Бену, в любом случае это не ко мне вопрос. Я механику БСП вообще не знаю. То есть мне бы со своей разобраться. Вы ему сразу там какие-то конкретные информации и советы давайте. Так будет значительно проще. 6, да. До 2 хода заморозки забей. Ну, да, ну ладно. Я сейчас заморозил. Хорош. Я не понял, как так произошло. Так и надо. Окей. Реально промахнулся я, поэтому и заморозил себя. Так, я тебе скидываю шлем и армор на починку. Там у меня все не очень. И еще ремешок. И еще наручи. И сапоги. Короче, весь комплект тебе скинул. Хиляйся, а ты умрешь же. На огне стою просто. О, прикольно. Лечиться лучше без бонусов к хп. Тогда ты быстрее восстанавливаешь здоровье. Пусть раздеваешься. То есть ты раздеваешься. Ну, то есть ты же фиксированное количество восстанавливаешь, а не... У тебя ремень на кузнечное дело был, да? Да, но он так... Он просто хп. У меня не было ремня. Я к тому, чтобы опознать, твое это или нет. Мое-мое. Сапоги остались только. Я к тебе скинул. Да. Сори. А шлем ты не отремонтировал. Почему? Не знаю почему. Может быть у тебя какая-то предрасположенность. Я не ремонтирую шлем. Не мой профиль. Талант Ранья Пташка. Ранья Пташка, да, воскрешает с полным количеством здоровья. Креп... Это крепостела единица. У меня нет такого. У нас ни у кого такого нет. О, сундук. Металлолом, наверное, стоит собирать. Правильно ли? Я поясню тяжелый. Ну, 0,40. Я не знаю, 5G, для чего он. Когда он понадобится, будет обидно. Ну да. Так, тут бдительный часовой. Тут, кажется, еще кто-то будет. А, ты куда-то туда пошел. Вообще нам в другую сторону. Ну, здесь тупик хочется закрыть. Ну, там вроде тупик. Что там? Ловушка, короче. Забей. Вот. Снимость, говоришь. Статическую стрелу даю. Временное оживление. Он серьезно неуязвимый? Это ловушка. Корее всего, тут где-то есть опять выключатель, да? А, это типа, если бы мы пошли... А, нет, там, смотри, там сундук за ним. Там грибы еще, да, какие-то есть. Нам туда надо, в общем. А ты не сюда туда, да, и все. Не могу это сделать. И меня туда паркинь. Тебя могу, да. Там много еще всего. Там дальше проход есть. А ты не можешь открыть? Как-то там нет рычагов никаких. Лучше партизать через пирамидку на меня и аккуратно под ноги. Смотри, тут ловушки. А, стоп. Погоди, давай, может, тебя хильнем сначала? Да, вот ты уже с таким количеством хп. Ну, давай, я не пойду вперед. Ты у нас разведчик. Ладно, пойду. Не, не пойду. Там точно ловушки. На поляне. Надо смотреть сначала сундук. Смотри, да, сундук. Да, это ожидалось. Так, мой ход. Отлично. Какие только мелкие, да? Бета, бета. Бета, бета, бета. Ладно. Работаем. Вообще, их надо было заморозить сразу же. Ауешну с заморозкой, и я накосячил. Они очень хорошо замораживаются. И большие, и маленькие. Ладно, будет много физурона в лицо. Потому что справа 4, слева 3. Ну, хорошо, что, по крайней мере, урон распределяется сейчас. Ладно, следующий ход наш. Еще две крысы походят. А кто еще ходит? Одна заморожена. Из кустов, из кустов одна. Я своих заморожен. Ты можешь работать уже с теми, кто стоит рядом. Да, могу. Делай раз. Делай два. Делай четыре. Делай четыре. Окей. Думаешь, что они скользить будут? Хорошо бы, да. Ну, я могу нас всех, как бы, отправить. Не надо. Я могу поднять потом. Не, не надо. Нокдаун. Не, не надо. Точно? Точно не надо. Я могу всех прям. Не надо, не надо, не надо. Не надо, успокойся. У меня целый ход под бафом, под скоростью. И с нормальным контролем ситуации. Ну, ладно. Хотя я могу всех иногда направить, пытаясь следующим ходом, просто поднять и все. Я же могу поднимать. Ты можешь все. Просто все. Я с верхних начну. Это раз. Ты мог лужу кастануть под них. И иногда... Да, там, да. На меня просто. Это два. Лучше не действует. Не упади только. И вот ты зря. Теперь они к тебе... Им не надо к тебе бежать, считай. Они не подскользнутся. А тебе вот так вот. Не, просто. И вот и все. Так вот. Ну, ты не продержишься. Да, естественно. Я потому что думал, ты справа будешь. Не, я буду здесь. Ну, ты волк-одиночка. Гады. Мы будем помнить тебя. Уже? Ой! Так. Они сейчас все взорвутся. Все взорвутся. Раз, два, три штуки. Говорил, надо было мне на ОЕ кидать. Не надо было тебя слушать. Вне зоной видимости еще. Было бы здорово, если бы заморозка действовала на всех, кто в воде стоит. Так же, как огонь. Ты что делаешь? Пытаюсь цель дополнить. Нихре здесь к огню. Зачем ты элементаря? Ну, чтобы он, по крайней мере, вытанковал то, что они взрывать будут огнем. Лучше бы щит повесил, кстати, реально. Какой щит? Отчего? Огненный? Они же взрываются. Да там, я только резист... А, огненный щит, имеешь в виду. Да, ты прав. Ну, давай. Можешь меня резнуть в любой момент, ты. Свободно. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Свободно. Уже не могу. В общем, вниз куда-нибудь, пожалуйста. Следующий ход только. Следующий ход. Следующий ход. Ну, видишь, ему пофиг, он лечится. Теперь резурект хотя бы на одного ты получишь. Экспум. Спасибо. Можно и на... Отлично. Так а чего? Да не, нормально все. Не говоря, отлично. Как мне его добить-то? Сейчас только много вариантов. Нет, не так много, действительно. Он оглушен еще. Поэтому... Добиваем. Это... 43, но я должен добить. По-моему, я его. Ну, есть еще два хода на то, чтобы эту крыску... То есть... Подожди, ты взорваться можешь из-за того, что... Уйди с... Ой, сейчас... Надо подлечить. Ты реально сейчас мог гуфнуться от нее? Я люблю жить опасно. Да и я могу сейчас гуфнуться. Ё-моё. Какая грязь. Какие-то крысы нас унижают. Может, ты химешься? Да вот, КДА, я же тебя сначала хилинул. Я союзники думаю. А у тебя зелий нет никаких? Нет, зелий, кстати, нет никаких. Надо будет купить. Так, наверное, надо дождь вставать сюда. О, или Торнадо проверить. Он как раз снимает все эффекты. Класс. Окей. Это типа мы зашли к сундучку. Там дальше мины еще. Надо назад аккуратно походить. Там еще сундук. А, пустой уже. А ниже, ниже. Вот туда еще можно действительно зайти. Ага. Тут не пустой сундук. Сейчас, погоди. Там надо знать. Там же проход какой-то. Было же. А может быть, мы, кстати, сюда идем... Надо было там сначала досмотреть. Все, мы, кажется, сюда идем уже по основному крысту. О, неплохо. Что, сапожки какие-нибудь? Не, я крепкие кожаные сапоги. Ну? 25 брони, 13 сопротивляемость огня, 50 очков здоровья. Супер. У меня дают одну скрытность. Но мы скрытность вроде не особо юзаем. Да-да, я понял, бери. А, погоди. Это сапоги или что еще раз? А, ну да, сапоги. Окей. Мину че-то не убить. А забей, просто не наступай на нее. Тебе просто сказать не наступай, я же наступить могу. Просто иди очень медленно. Окей. Там дальше... Во-первых, слева тут, как ты видишь, есть какая-то плита, сундук. В сундуке ерунда. Зеле ухудшением интеллекта. И пара вещей. А вот и выход наружу, кстати, по-моему. Да? Или что? Ну, тогда точно не про... С другой стороны открывается тема. То есть мы не откроем ее сейчас. You shall not pass. А, и здесь тупик. Окей, давай попробуем. Вот здесь точно что-то непростое. Да, стоп, удалось нормально, смотри. Ловушка. А где она? Погоди, погоди, погоди. Она спотт этот рап. А где трап? По-моему, бочка стоит на трапе. А, да. Если бочка на трапе, то это рванет. Давайте телекинезом попробуем бочку с маслом отодвинуть как-то. Я не вижу только трапу. Ну, ты ее не должен видеть, пока... Ну, мне такое ощущение, что одна из бочек, как бы, стоит на чем-то. Скорее всего, ближе к тебе, которая. Видишь, там под ней что-то какая-то чертовщина. Я не могу убрать... Давай издалека просто фаерболом шмальну и все. Отойди просто, Миша. Я ставлю на то, что... Короче, смотри. Фаербол летит. Раз. Там как... Два. Аллея, поехали. И ты уничтожил содержимое. Да? Да. Не может быть. Ну, в бочке был лут, теперь его нет. Давай лучше будем считать, что там ничего не было. Ну, реально так спокойно. А, не вы очаруешься стрела. Стрела, пожалуйста. Нам наверх не надо, да? А вот кто знает. Вдруг там что-то... Угу. Позиция здесь, конечно, хорошая же. О, щелк! Открывается. Все, иди тогда вперед. Собственно, так мы и могли единственным образом... Так мы наружу выйдем. Нам разве не внутрь надо идти? Я не знаю, но кажется, нам как раз выбраться нужно отсюда было. Единственное, что мы вот маленький уголок не обшарили. Нам не сюда, мне кажется. Все, можешь уходить. А вам сначала в другую сторону по квесту, говорят в чатике. Уйди назад, пожалуйста. Если я еще не в бою. А, ты заморожен. Да, давай тогда назад. Назад, назад, назад. Назад, назад, назад. Рычаг нажму сначала, погоди. Зачем? Чтобы потом... Не это... Давай, возвращаем. Стоять на этой штуке. Да, прохладно. Опа, а это как? Что это? Это механопа... Петух. Блин, это опять Санчо с колодой этого роботов механических. А что так много их? Их очень много, реально много. И причем ты ходишь первым. Я хожу черт знает вообще где. Я ни по кому не могу попасть, потому что петух все загородил. Петух. А что у петуха вообще? Я вижу, что он заводной, я вижу, он красавчик, но... Все то же самое, что и у всех остальных механических. Петух. Я ничего не могу делать вообще. Ну это хреново очень. Попробуй найти немножечко. Ну я тут останусь, судя по всему. Прям совсем останусь. Ну что такое количество народа. Поэтому... Пытаюсь задеть максимальное количество народа. Поехали. Давай. Ну и меня тоже задел. Иногда он 2 хода. Спасибо. Не, пока я уже. Поднять сможешь. 2 очка у тебя хода там она. Я пожертвую. Лишь бы дотянулся. Не дотягиваюсь. А сколько выйдет? 3. На 3 подойти смогу. Два даже подойдет. Блин, их очень много. Их очень много. Ну, кажется, следующим ходом я просто... Мы с тобой оба попадаем в оглушение. От крыс. Трех больших. Ой. А у я что ли? Что это? Ты мишень. Огонь. Моя стихия. Па-па-па-па. Да. Как они... Мы совсем не в позиции. Ну, совсем не в позиции. Ни щитов. Ни хрена. Ну, это была ловушка. Понимаешь. Причем они как бы какого уровня? Десятого. Их достаточно много. То есть... Ну, а вообще такой бой выиграть... Такой лак должен быть. Хорошо, забей. Три хода, оглушение и... Мы как раз тут на автосейве. А как вообще... Вы прошли изначально тогда? А может быть, триггер на обратно, на возвращение? После... После того, как мы... Я, наверное, вызову... А когда они появились? Когда мы в центр, да, прошли? Я пока стою тут, короче. Я вызываю лему. Воздушный щит делал на себе. Блин, лему зря вызвал. Три хода всего действует. Уже два. Я к тебе. Ну, и лему еще ходик протянет. Плюс на мне щит есть. Сейчас ситуация получше. И лему первым ходит. У них резист к огню, да? А, у петуха нет. У петха вообще ничего нет. Вообще ничего. Он еще не умеет, петух. Но только... Нет, не так. А, ты тоже только входишь. Да. Давай, с богом. Постарайся максимальное количество народу оглушить. Нам с таким количеством все равно не совладать. Если они прям все будут ходить. Да, отлично будет. Блин. Так, у меня есть, кажется, подъем сногауле. А, это, это. В логике, да. Просто. Он не перекинул через него просто. Ну, там показывается, перекидывает он или не перекидывает. Но он показалось, что все задевает всех троих. Он слева, задних. Какие же они жесткие. Тут уже пара школ. Ну, и направо-налево раздают просто. Слушай, может нам охоткатить за ловушку вон ту? Которая льдом фигарится. Вешаем инвиз в бою и сразу бежим туда. Как тебе такой план? Да их в любом случае нужно собирать в одну панель. Ну, они там и соберутся. Они через ловушку-то пройти не смогут. Она их будет морозить постоянно. Я не могу тебя из нокдауна поднять. Да и забей. Спасай себя. Спасай себя. Сам. Портнись лучше на дальних. Да, я тоже так думаю. И отступай. К ловушке. Раз. Ну, и дохиляйся. Вот он и выбор. Ладно, сначала попробую отступить. А как через ловушку-то пройти? Я же не смогу пройти. Заморожусь. Ну, я щит могу повесить, ребята. Голем, держись. Продержался. Понятно. Начинает взрываться уже. И это, и это, и следующее. И это еще слева. Прикинь, это, и это у меня 1000 кп. Да, это волк одиночка. Ну, как бы, что было бы, когда... Тогда бы у меня было, ну, хп 600, наверное. А, вот он что делает. То есть он наводит в ту зону, куда будет взрыв. И после этого через ход, через два туда прилетает фигня эта. Так, ну, у меня тут один петух. На самом деле я могу с ним вообще поговорить. И у него... Ну, потом все остальные приведут в эту, в общем, проблему. Да, это да. Приведут. Ну, у них к воздуху нет никаких резистов. Я думаю, что просто можно его глушить, этого петуха, и все. Да. Но он плотный. А как мне с тобой быть? Надо как-то вернуться через какое-то время и резуректнуть. Стоять! Блин. О, о, о. О, а может они все сейчас ко мне пойдут? Да, тогда ты можешь портнуть одного за ловушку и на него потом портнуться. Нет, это тебя будет атаковать. Да, естественно, меня, что я там лежу, отдыхаю. Уже минус, точно. Непростая ситуация. Весьма шпортнуть его за ловушку. И что, и что будет? И потом на него своим телепортом с оглушением. Телепорт с оглушением уже заюзан. Я могу выйти в инвиз и подойти к тебе. У тебя на два хода инвиз. А почему на два хода? Да, на два хода. Ну ладно, я могу пострелять, в общем-то. Позамораживать там людей. Так, давай лучше так сделаем. Раз. Два. И трес. Точно или щит? А, еще... Нет, муф не смогу. Ладно, инвиз. Я к тебе попробую сейчас в два хода прийти. Как-то выбрать позицию для... Для резуректа. Блин, да я как достал-то? Да я специально... Я видел, что горит, но тут еще одна... Короче, забей. Это провал. Просто провал. А свиток в невидимости у меня есть, интересно. А у тебя это что, не свитком? Ну, это книга. Не свитком, да. А, ты смотрел на петуха от лица Элема. Знания и легенд не показали ничего. Процедура ликвидации. Они, кажется, подтупливают из-за инвиза все равно. Короче, моя сейчас задача каким-то образом воскресить себя до того, как... Да, там еще три обычные большие крысы. Можем релоут и не париться. Можем релоут и не париться, да. Потому что не хочу я экспо, даже если я здесь выиграю каким-то макаром. Да, тут не выиграешь. Ну, это... Давай челлендж тогда, что ли? На что? Я отдам тебе все свои деньги. У тебя там денег-то и нет. Подожди, этот ход пусть пройдет сначала, а потом спорим. А, что ты должен... Ладно, не спорим. Плюс не были оговорены условия спора с обоих сторон. То есть ты свое предложил... Давай договор подпишем у нотариуса. Да, да, да. Да, да, да. Короче, надо понять, когда они агрятся. Садись ко мне, может, мы с одной стороны появляемся. А, без проблем. Да, так, наверное, будет удобнее. Они, по крайней мере, будут кучнее ложиться. Я у тебя раз. А когда они появлялись, где ты был? Когда я подходил вот сюда. Сильно не подходи. О, снеговик классно. Не подходи дальше. Я лема вызову вперед. Подходи, агрь. Давай, давай, давай. Ну, подходи, не боись. У тебя инициатива высокая. Ну, ай. Короче, лем минус. Не, надо их сагрить. Вот они. Да, отлично. Лем взорвался. Ну, с другой стороны, у тебя позиция хорошая. Я, если выживу ход, то просто пойду к тебе. А почему ты не хотел воздушную бомбу с оглушением? То есть, чтобы... Потому что она у меня осталась, чтобы еще я следующий ее кину. Щит сработал, кстати, разок. Мог быть уже оглушен. Ладно, я выживаю, судя по количеству хп. Да, видишь, как мне спринчатся к оглушению. Да успокойся. А, это вторая мишень. То есть, туда вообще взрывы полетят. Дикие. Окей. Прыгай через пирамидку на меня просто. И все, тут даже не думай. Ты же даже думать не надо. Да. Ну, а что, ты там вообще как бы утка среди петухов, так сказать. Мне на хил не хватит. Ну, отступай просто дальше и все. Да, пожалуй, это правильно. А сколько это стоит? Можешь отступать наверх между минами. Хотя огонь их будет хилять же, погоди. А мы не знаем, что это за мин. А лучше это за морозки. Не, я лучше бы сюда. Так, ладно, они сейчас будут очень кучны. Если... Ну, ты должен пережить этот ход. И если тебя не застанет, то должна улочка со станом зайти. Очень хорошо. Да, ты видишь, масло еще нормально должны. Стоять! Стоять! Капец. Ну, их реально много, пацаны. Капец, они походят. Очень много. Вы посмотрите. Тут три группы по три человека. Еще две... Два петуха. На мины заводить. Мы не знаем, что это за мин. Физика. Огонь. Но идея-то, конечно, какая-то там хорошая. То есть, если мы продолжим просто... Ходить будут два дальних петуха, а потом две дальние крысы. То есть, ближние ходить особо не будут. Я могу их сам оглушить в свой ход. Короче, я сейчас заюзаю адреналин и два облака тогда кину. Давай. А, не, начни с одного облака. Зачем? Они же все равно зайдут дальние облака. Лучше дым уж кинуть какой-нибудь. Вторым действием. Да, вот так вот. И облако какое-нибудь такое доброе, вечное. Чтобы те не стреляли издалека. Понятно. Ладно, зови. И наверх ориентировочно отходить надо. Бах. Отлично. Отлично. Так, что касается дэмэджа. Туда ж нужно тоже, наверное, молниями заряжать. Самыми разными. И лечиться еще надо. И ускорение надо. Вот видишь, что если бы туман сделал бы, то они бы не стреляли сейчас вообще. Вот почему, да, у меня идея была. Не, мне показалось, его нету ничего. Ты ближний лучше тогда поколенивайся. Я не буду минусить львы. То есть я лучше полечусь, если честно. А, ну да. И еще на ход тебя подставлю. Хотя могу на тебя огненный щит повесить, например. Я не могу. Зачем он мне? Ну петухи-то стреляют. А петухи не дойдут, они встанут. То есть дарят только дальние крысы. Крыскам. Вот так вот. Неплохо. Да, неплохо. Так, а почему облако спало уже? Понятия не имею. Это не очень хорошо. И это не очень хорошо. Капец. Сступать тебе надо бы. А молния как работают? Разряд. Останят их воздухом. Ну, кажется, на цель только работает. Или на несколько целей. По-моему, только на одну, если они не в луже. Но они не в луже. Ну, если не в луже, можно поправить. Бутыль с водой. Или дождь, китай, лучше бутыль с водой. Четыре очка действия. Окей. Так, по мне. Вот так. Хорош. Вообще хорош. На большую курицу. В центре. О-о-о-о-о. Как, 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 каком? Стоп, а почему... Не понял, а почему я... Почему я... Почему не доходил свой ход? А, потому что за Станином мы на себя повесили это. Я застанил себя. Сейчас, если двинешься, может быть, за Станин. Так что в инвиз, если есть возможность, уходи просто и все. Угу. Так и сделаем. А там были лужи крови из-за этого получилось так? Или что? Возможно, да. Что-то там есть такое. Вот это. Начинается. Схиляйся просто. Я могу тебя вытащить ко мне. Просто стиль портировать за спину. Пока можешь хильнуться. Мало ли, вдруг до тебя застрелим. А, сила не спала. А, ну, блин. Ладно, не буду я пока. Я буду тогда ближайшую крысу расстреливать. Под тебе сейчас будут стрелять, Миша. Я в инвизе. Оглушения нет. Вода не под током. Ага. У тебя будут достреливать. То есть, либо убегай назад. Либо... Во, за статуей может спрятаться. И дохеряться. Переходом. Угу. Я понял тебя. А, это была ошибка, кстати. Потому что он мог рвануть, если бы я его добил. И тогда... Не, они взрываются? Они взрываются. И тогда ты поджегся и из инвизы вышел. По-моему, они взрываются только, когда они скрятся. Даже когда ты их взрываешь. Ладно, проверим сейчас. Э-э-э. Не-не, ладно. Вот так вот проверим. Видишь, физика причем взрывается. Так что... Хорошо закинул его. Стоять! У вас спотыкается. Ой, вот он начинает мочить еще. Попробуй через К ко мне. Я думаю, что это самое, наверное, нормальное. Через что, Парлона? Ну, через... Через это он. Через пирамиду ко мне, да. Я могу их еще застанить и после этого к тебе уже. Ну, отлично. Только главное не застанься сам встаня их. Учитывая то, что ты на границе с водой на луже стоишь. Крови. Копей, у меня своя методика. А-а-а. Сбивающая с ног. Ну, отлично. Теперь уже можно... Раскакакакакайте ли! Да. Причем их-то действительно много, очень много. И... Было опасно. Чуть-чуть подальше надо только отойти сейчас нам. Я могу еще стену, кстати, ледяную возвести. Да, забей, это лишнее. Да? Мне что-то нужно сделать полезное? Ты можешь попытаться заморозить всю воду, в которой они сейчас валяются. Да, могу. Давай. Ага, пучков действия одного не хватает. Не, на самом деле стена, она замораживает тоже. Там она создает вокруг. Заодно и проверим. После того, как она уйдет, там рейндж увеличится, заморозки. Короче, лечись тоже. Лечись, бафайся, готовься к смерти. Да, можно было из моего посоха в лужу стрельнуть. Но я не доставал по рейнджу. А так идея-то хорошая. Все, тупим, петухи. Блин, только не так долго, пожалуйста. Посмотри на его ухмылку на аватарке. Отлично. Могу еще одну бутыль с водой поближе, как они зайдут, кинуть. Ты можешь, да, прямо сейчас кинуть, тогда заморозка, которую статуя долбит. Она сработает и заморозит весь пол. Главное, чтобы вода не на нас. Постарайся, чтобы не на нас. Было близко. Не сработала, правда, заморозка почему-то. Видимо, на фиксированный радиус. Ну ничего. Фу, не, иногда он, влага, оглушение. Все беды. Что это просто полоса препятствий вредя? Через стену перелезть, не споткнуться на льду, потом оглушение, еще ловушка. Есть такое дело. Больше я сделать ничего толкового не смогу. Так, надо эту тварь... Или стрелять нормально. Или дым. Я могу торнадо сделать, а он уберет. Ну, именно эти эффекты. Не парься, Миша. А, нет, у меня стрелы докончились эти. Жаль. Конечно же. Я тогда просто... А, и ускорение на КД. Блин. Непонятно, когда стена спадет, поэтому забей. Они еще несколько ходов будут тупить. Потому что тупо не пройти большим вот этим вот. А те, кто пытаются пройти, пока падают. Они там ход заблочили по вещи. Поскольку стена, кстати, работает. На два хода всего. Вот она и... А, не пропала еще. Хотя нет, это эффект на два хода. Длительность 12 секунд. Что же длительность 12 секунд? Сколько это? Может 12 ходов? В замедленном действии. Теперь-ка реально как будто это какая-то кастом карта. Огонь. Молния. Заморозка. Стена. Там теперь котов дикий, смотри, реально. О, препятствие ушло. Мне снимать... Можешь, давай еще воду, короче, сюда на всю эту площадку. У нас будет большой котов. Нет большой воды. Слохо. Ну ладно. Ну, может дождь, так сказать. Хотя дождь растает, наверное, лет. Тогда скип их вот. Келяй себя там, не знаю. Угу. Что ты делаешь? Да, я ленчику возьму. Зачем? Он оглушен. Да спадет скоро эта тема. Ну, он на три хода спадет, она через два хода. Все, вот. Ну, я могу действовать сейчас. Но на один ход ты куда-то не пойдешь. Ха-а-а-а. Отлично. Еще сверху добавляет, смотри. Каждый. Классный лент. Да. Ну, сейчас они должны подойти поближе. Но из-за дыма они нас не видят. Поэтому, скорее всего, они просто пойдут в дым, в огонь. Как-то так. Блин, этим взорвать неохота, потому что они лед тогда будут растапливать. Он просто стреляет. Включим. Ага, вон. Достаешь. А как ты видишь-то? Вот так вот. Окей. Пошли, 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 пошли. Падает курица. Резисты тащат. Я б туда влетел, на самом деле. Не, не надо. Не надо? А что, у нас тут мы в безопасности, сто процентов. Смотри, сколько всего им надо преодолеть, чтобы в нам попасть. Да. Просто бей их чем-нибудь. Смотри, слишком далеко. Хиляй себя лучше. А, да, хил откатился точно. Ты прав. Вот так добавлю тогда. Немножко. Опа. Падает. Еле-еле. А этот взрываться будет. Кстати, я его могу закинуть в кучу, чтобы он взорвался прямо вот там, где нужно взрываться. Да? Угу. И верхнего тоже могу. И верхнего тоже могу. Немножко по путь. Может, цепная реакция еще пойдет. Давай, я МХП тогда всем снижу. Немножечко. Я не могу считать, что это я снизил, так, хп. Так. Ну там, да, там точно добью. Возьму туда, закину туда. Зачем ты решил этого добить? Я не добит, я лужу пробил чуть-чуть. Отлично. Да, только я не могу. Окей. Ладно. Просто, просто вот так тогда. Раз. Взрыв. Дальше, наверное, вот так вот лучше на будущее. И дальше попробовать еще молнии кого-нибудь вот так вот сделать. 252. Работаем. Их еще там осталось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек. Еще минус один взрыв был от мелкого по петуху. Двое лежат. Еще заморозка. Подходим, подходим, ребят, подходим. Тупит он, тупит. Я не знаю, я сейчас ворвусь, я не могу удержать больше. Нет, это последние слова. Я влечу туда. Ну что, фулл хп. Я не буду тебя резать, я не буду туда подходить, потому что я тупо не смогу это сделать. А пирамидка не умеешь, нет? Нет. Ну ладно, что еще поделать. Вот это как бы это верняк, стоять здесь и как бы мы используем ландшафт под нашу выгоду. Да, ты прав. Слушай, пока что одного еще не надо отстрелить. Хотя бы давай взрывающихся ликвидируем все. А где еще остался взрывающихся, скажи мне? А, окей. Тогда хотя бы давай ликвидируем. Я должен был влетать уже, получается. Все. Хотя бы. Должен был уже влетать, все. Огненный щит, потому что там петухи будут меня вылупить. Ну, все, в общем-то. Следующий ход я въезжаю в стройку, ничего не знаю. Ну, блин, Миша. Я знаю, что ты прикроешь меня. Рано или поздно. Да вот не факт. Мистер Пух, действительно, этот звук ловушки. Я подальше лучше отодвинусь. Чтобы он... Так, очки здоровья 132. Ладно, давай какая-то тогда. Почти же умерла, но что за бред? Да, да. Ку-ку, ку-ку. Слышишь? Да. Короче, запомните Мишу пока он... Хотя, в принципе, у вас там должно легко все быть. Изи. Но если вдруг это будет не Изи, то вы знаете, что я же говорил. Изи. Вообще, надо другой щит было повесить против молнии, потому что единственное, что меня может остановить, это оглушение. А что там петух в инвизи стоит или что это? Ну, просто типа не видим нам. Эй! Как дошел? Падать! Понятно. Ага. Оглушение. Да, но защиту обновить точно. Ходит Бобр. Бобр ходит. Влетает. И в лужу подскальзывает. Падает стан над охотой норм. Да, отличный план. Я считаю... Наверное, вот сюда вот. и тут я как бы как бы дилема ладно этому этому удар так этому удар так щитка стану все-таки да пыщ тут значит тык чтобы гарантировал заморожен забей значит кого 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 по дальним никак поэтому только ладно значит тык и пока что все они инвису псих какой ничего не было два больших петуха две маленькие две большие крысы один бсп и постоянно долбище по ушам ловушка держишься давай ко мне у меня безопасно до белочи петуха и одну и крысу крысу какую-то другую на прям совсем дохлая ладно петушок у нас идет вот так вот чтобы сильно ходов не терять крысу которую совсем дохлая вижу можно даже она того я могу а вне зоны видимости вне зоны видимости понимаешь лучшая по этой сделаю раз могу подойти на ходик вообще ходят в случае не она как бы я могу туда дым кинуть потом и они не смогут стрелять просто помню это надо я добью так и быть и подскольки только снимает а надо спасать их становится все меньше и меньше две крысы и один петух вот компания такая надеть будет соответственно крысам нижние не будет ходить она так давай может я попробую папа по этой пара пам давай уже тут не принципиально давай закончим этот ход осталось мало плевать неплохо на 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 и да на дальнюю крысу нокдауна нет хп мало пощади я лучше чаек пап нет добьешь обоих обоих ладно обеих я но это не к этому вопросу и к этому слову вопрос был ну ладно вообще я выжил в любом случае поэтому это конечно скипаем оглушение на три хода и в общем-то работаем на мне прилетает этот что ты делаешь что ты делаешь она пыталась позиции выбрать грамотно получилось это лежит значит это раз это два но я очень странная сверху скорее всего сейф пожалуйста можно нужно лечимся а чё у них ничего не может ну а что у механических крыс есть вообще нам нужно идти налево я к тебе пойду только через пирамидку так и давай поскорее от этой ловушки а то мне мозги уже взрываются как тихо да и проблем нет но это была такая славная битва потому что народу было много и они были опасны я почти половина на пятом делении вот нам сюда ловушка какая-то добра удалось ты здесь да и миша ловушка там сундук какая ловушка и рычаг еще сундук кинул тебя гранаты страшных снов пара обычных шмоток на продажу а ты наверху хочу делаешь ты ко мне вернешься тогда крупно есть тоже сундук ох газовые облака и тупик и сундук там ловушки нужны будут бочки 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 ты немножко недолечился заперта что как заперта где ну рычаг не открывает эту дверь можешь открывать на взломать нужно скорее всего и опять петухи да но их меньше разу два но ты ходишь первым и пожалуйста пожалуйста выруби петухов они большой урон в отличие от этих крыс наносит ну да да как то так куку куку ох шикардос шикардос я тогда лучше заморозить ее чем там дамаг наносить серьезный но все работает только мелкая крыса два-три удара поэтому 80 90 все отлично а дальше с этими тремя разберемся решение глушение охает так я наверное сделаю так она тех оглушение вообще то есть по-хорошему нужно крыску да порта которая ближе к тебе сделаем раз тут же просто урон надо заносить главным образом больше ничего и вот сюда зайдем чтоб крыска тебя грызла ну да выбор есть инвиз не весь почему нет отдыхают мой следующий ход все нормально а я и могу потом закинуть телькинезом в гущу взорвется так вот сделаем ты можешь быть просто по большим забей ты можешь не уходить отсюда я уберу ее из-под тебя до как много у тебя все успел сделать да так я беру ее и кидаю куда-нибудь сюда наверно на левую крысу на левую крысу окей да хорошо не гуфнулись отходи назад просто наверх я думал замочить кого-нибудь они взял с ученику секция спала поэтому так а заморозить я не могу к сожалению даже ни одного не могу заморозить ладно тогда один выстрел отхожу действительно наверх крыса в масле тем более механа петуха вот так вот коп и домой а он в масле еще это точно не добежит а вот ближе не добежит но он не взорвется будет просто грызь но это ни в какое сравнение не идет с той группы она в два раза меньше и смешно просто смешно взрыв взрыв но почему-то не дэмиджит раньше был урон какой-то тут а тут урона это что она огнем ничего дамажит как не у них и здесь ясно не огненный щит для полноты картины повешу чтобы петух меня не не смог все easy ну когда столько контроля видишь и у тебя оглушению тебя заморозки есть у меня тоже одна логичные вещи есть в разных связках вариации масса просто и по одной цели а у становится значительно проще контролировать бой все заморозки броня понижена не буду ждать пусть взрывается металлолом снизу еще там какие-то шмотки вроде были металлолом кругом я уже не хочу убрать честно говоря у меня хотя я могу 150 кило есть так что мы теперь здесь делаем мы должны как-то обойти ловушки ты можешь меня дропнуть там сначала к сундуку а так у них вообще по таймингу лоу я могу пробежать там альмина неизлечимая лежит двенадцатого лоула что такое там тяжелый будет доспехи все да мы не подошли даже опознать почему-то почему не могу познать потому что троечка или там что-то более серьезное место странно щит опознал а это не могу опознать требует знаний легенд уровня 3 у меня сколько знаю легенд 2 очень очень плохо тут квестовая дама давай альмина альмина это она ты здесь ах благословенные звезды ты здесь найди освободи ее стихи они они ужасная сила нарушила равновесие стихий наверное это же сила что забрала ее кто ты ученица-хранительница белая ведьма как вы говорите похоже ее ошибка пришла чтобы учиться учиться лечить и защищать но злые демоны вторглись в ее убежище она почувствовала ее приход почувствовал опасность поняла что ее бегство только продлит погоню они забрали ее сюда странное страшное место но нормально здесь я ухожу хранительница она хранит лес лукулы защищает слабость помогает это мы слышали уже как тебе удается говорить со мной через статуи это удивляется меня саму стражи которые разумными искателем расскажи о белой ведьме надо спасти забрать ее мой долг призывать ее к ответа за убийство какой бы ложь те ни говорили хранительница скажет правду она способна убивать не более чем этот мороз согревать она скорее убьет себя чем кого-то другого куда ее забрали ничего не знаю утащили ее так быстро не успела осмотреться почему и забрали сюда много врагов преследует поборники разрушения что за место странный мир узнала почему стихии утрачили равновесие разрастает заслабевает хаос ужас зима близко найди белой ведьму скажи что я прошу прощения три козыря опыта нифига себе к слову раз мы вспомнили демов демонов ночи я предлагаю поничь возвращается 4 января в город я предлагаю сразу начать 4 января есть возможность 4 января да конечно ох ты тут посох воздуха двуручный и колечко хорошие серебряные больше ничего в сундуке не было верю тебе посмотри пожалуйста посох мне вот интересно что там за посох то мне конечно хороший очень мы побреемся с тобой знание легенд 3 нужно такие пироги чё в город тогда или чё или куда давай до чекпоинт дойдем вот туда как мы крысом ходили ой не успею кажется ты точно не успеешь потому что здесь чекпоинт чекпоинт был только в самом начале а мы типа прошли в соседнюю локу предлагаю стараться и ты имеешь и дара-дара-дара-дара-дара-дара же его открыли но открыли мы в самом начале левела не тот который из к выходу из мира а вот дальше может быть имеет смысл и не вот этот имя мнение я имею ввиду пройти дальше где мы крыс встретили и проход открыли то есть вон на улице да 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 понял может звук до части а может можно пробежать дает проверим мне не будем один пробовал уже пробежать суши закрыла здесь в данном наверхки бежать потому что я не успел нажать рычаг будет холодно скорее всего сначала мне за все что тормозишь на открывает заходишь стр и такой что-то зря в мини-юбке короче там костерок можно согреться мне кажется что здесь в принципе будет необходимость держаться а шубу тут нельзя как бы какую-нибудь надеть то есть тебе еще шубы сейчас покупать финансовый директор хочет шубу костер о кит это арху давай поговорим дятлы ой какое ругательство хорошее будет проклята погода если бы не шубка мне было бы было бы уже не видно следа кстати я не думаю что ее надо искать среди метели у барея властители этих земель есть много что подземелья если кару держит то в плену скорее всего в тем в ледяной темнице дворец барея нам найдем горой камин быстро я смотрю в тупичок тут бочки у них кстати тоже ничего интересного нет передал тебе пару гранат порой пару ничего интересного передал уж у меня есть шмот на такая что у нас просто охлаждение все это вроде не на знание легенд это да это пригодилось нас в ледяной кристалл там трупы ледяной кристалла зачем он может его от про атаковать нужно может он откроет я вижу каких-то ребят не вы не ввязывайся потом а да ледяной кристалл я его же можно и не можно убить они за ним сундуки ты видишь да за моими ледяными ничего нет я лежу пока в нокдауне а как вышло ну разморозил ледяной кристалл быстро появился лед и в общем слово за слово я уже лежу вообще мог попробовать обойти ты можешь меня за кристалл просто друг я могу расплавить эту хрень там орока какая рока в кристалле чел какой-то а ну добрый сейчас спасибо я могу его покрасить пока он должен был он все еще заморожен я все еще могу его покрасить это враг и снеговики и стражи кстати с наступающим и твари ты смеешь сомневаться в нашем правосудии этот преступник осужден пригорел к высокому суду хибер я пойду пожалуй подальше за что он осужден за экстремизм конечно его так называемая акция неповиновение привела к двум жестоким смертям а он называет это неизбежной ценой прогресса давай заканчивай там не элементаль стынет понял давай заканчивай политика затмила выздорово смысл так можно за это заплатить тюрьма не сам отходящий вес от этого поборника справедливости ты кого-то точно я снеговиков потихонечку окей у них резистов как они заразная как бы если они за разную сторону чувак который мы освободили теперь за нас будет да класс и снеговики просто не нравились поэтому у них улыбка не добрая смотри у чувака интересного что резист блин вот я вводный щит не взяли не это самое зря не использовал я заморожен в общем хожу только элементалем а я же могу разморозить цели вот так вот поджечь землю убрать заморозку тоже нужно помочь да отлично только возможностей так давай посмотрим что за орока орока него ну короче у него резиста к земле 200 к яду 100 огонь 20 а у снеговиков снеговик к огню ну понятно дофига но к яду меньше в принципе я могу сейчас ядовитое облако на всю эту область сделать давай только взорвется то что горит но я не горю поэтому не взорвусь успокаивает себя миши пыщ добрал так только теперь это облако дыма давай застанем кайф вообще они еще стрелы трафик ну выдержим спокойно дай мне ход хочется уже а значит вообще зря лучше сделать вот и это норм один сзади нас на этими так и лим закончился проклятие не действует 330 там минус 200 что ли у них до минус 210 уже даже это очень хорошо он он теперь еще страшнее выглянуть когда горит так палочку огня наверно стоит уже юзать потихонечку потому что здесь вряд ли будут люди мы ставим станем правителями хибер хайма наша первоочередная куда проклятие к так димон ты пропустил ну босса ты не пропустил мы не повысили еще кстати лава вот идет сейчас так в процессе спустились в как бы сказать в озеро прочитав заклинание попали в новый мир пытаемся эту ведьму которая типа плохая на самом деле хорошая вызволить из темницы сюжет в общем-то классический бсп танкует чаще чем обычно потому что стал волком одиночкой и все ок на на палочки 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 всем палочки всем палочки выбор нужной стихии конечно очень сильно прощает игру а я все не он тупит просто твой ход вообще ну я вроде пропустил кого тоже у меня ходов то нет как таковых я сижу а вот теперь мой все мой ход просто портрете как бы твой отображается такое бывает вообще армора есть броня 100 в данный момент мочим оба который должен был быть нам помочь смысле он же вроде друг нет мы не мочим его мы освобождаем его вообще-то от снеговиков снеговики какие кривая морковка ухмылка зубы кривая морковка погонял глаза как у джека николсона так горение будет обидная погоняло да ничего она и не кривая очень даже нормальная обе и слабо что да сколько у него осталось 370 370 еще мне надо будет поработать конечно в один хоть а ты сейчас такой почему неплохо я вот не понял как так мастер инициатива видимо так золото золото бревно стоп я могу атаковать еще пропускай ход просто ты уверен ты уверен что он хороший ну я стал диалог вообще что он говорил атаковал что он говорил я ничего не атаковал как ец да дан пил оказался прав мы действительно мочим чувака которого освободили я не атаковал лишь никто его не атаковал и скорее все ты вот про так как его протоковал то что сейчас его протоковал вот вот это была атака потому что я выбрал опцию диалоги чтобы вас ну-ка освободите его немедленно там бла-бла-бла в общем теперь не я кран потому что ребят ну как я него не обворовал я его чё-то вы дезинформируете мишка висп виноват смотри как я в любой непонятной ситуации да это это он он наверняка его воровал мыши не миши не мог ничего плохого сделать лишь еще хорошей ничего плохого до миша просто не мог ну нет так нет чего не отдаваться же ему правильно из-за а два магических предмета жезл воды прочный когтистый жезл надежный балахон короче мы против всех мы за себя вот так вот просто защищаем свои интересы нас нападают мы защищаем конечно конечно и кто его там трогал вообще пальцем не трогаю так что у нас есть жезл и балахон и было и балахон да и балахон лучше не повторяй повторять до союзом с приемом 3 нужно знание легенд они плата и не вряд ли тебе понравится но на опять кристалл пробал да о какая фигня резист хороший но толк где здоровье где инициатива где скорость где это все сейф будет постоянно куда идем-то коллега прямо по дартам дорожка кстати есть еще и папинка а чекпоинт вот теперь можно в городовой в город реально ой 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 карамба кто это я ниже противника справа там что-то ходячий дуб идет мере волков хильда кажется защищать нужно нет белый бегунок и миша я не вижу где или кто злобный элементарь льда где-то находится а по портретику клик не просто все сверху вижу да ну прям за углом справа а чё они как бы вообще я не понял какого лешего они мой ход до твой да в город телепортируйся все к тебе потом вернемся и закончим этого хрень у нас пара девайсов как город называется на с кажется нет сейси вот и 1 да ладно я пока его буду бить пока ты выбираешься может тогда это объем до добьем добьем на язычах фа фрагмент что делает помнишь как огненный скорее все также а заморозка делает спасибо потеплело развалился уже правда опять заморозка пошла это раз на два хода и всего из-за дождя или точнее за снега ты под влагой был ой на тебя только охлаждение опять не понял я тоже как-то почему как стрелял в землю под давно и земля по крайней мере изменилась сбил ничего они мелкие кассы и в общем-то да не вижу за портала понастроили вообще не говоришь ну вот собственно мы спустились димон 3223 в из озера вот в эту пещеру познакомились там с механическими крысами с механическими петухами да я пока тоже заморожен поэтому продолжаю рассказ немножко полутали было сложное сражение вот здесь вот там человек 12 было это было с третьего утра и только насколько помню если с четвертого помпом 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 чё фаербол какой туда зарядить просто и все пусть пусть горят а все да вот сейчас мы возвращаемся в город потому что знание легенд к сожалению волки нападают а вот волки кстати они быстрые очень быстро этот но волки это животные животные яд плюс огонь огонь дараемся ну хотя скорее всего этих еще резисты могут быть специфичные раз они белые волки нужно точно как они узнают значит нет у них резистов они стали не очень конечно ничего пожертвовать собой да я могу возгореть я такой давай траве волков жги сот вроде бобров так только проблем в том что я не могу так сделать чтобы на нас не задел меня может задевать как угодно вообще плевать сколько у них и по 2 сначала посмотрим 300 скорее всего 600 у главного 776 у главного 1300 плотненько не стоит недооценивать да так что я боюсь наш план не совсем как бы хороший я бы с на твоем месте тогда чуть отступил чтобы я тебе не зажеглым поняла боли отлично но сейчас будет взрыв ты готовься ты можешь уйти час так и по возможности будет то что будет на следующий ход тебе как больше не понравится чем пары а так по возможности о вот хорош это я понимаю подход она просто реально опять не показала что гранату перекидывать задевает только четырех задних но при этом кинула прямо в толпу как обычно в принципе надо будет себе потом выучить еще и лечение отравления очень полезная тема мне кажется вот ты следующий же ходишь да давай удачи зачем мне удачи давай огненный щит и взрыв да так и будет судья не определился с методикой взрывом наверное все таки сделаю и фр был только что потратил лентаре нет половина баф а половина с элемента неплохая бы была версия потому что на огне будет стоять слушаем не может не хватить я могу палочками же не могу палочку или а так я не смогу и проверим смогу фейл я за это поплачусь главный ход блин ссорим я должен был сделать по-другому паникуют отбегают меня видимо хотят минусить о это вообще отлично но на них же я достался да то есть я могли вообще загрызть в этой ситуации так ну чё ты можешь мне взрывать огнем точно потому что щит висит он должен поглотить значительную часть урона ну окей цены с богом 230 ох меня вообще даже щит не снялся прикольно тебе не говоря уже о хп но у них хп дофига то есть даже после этих манипуляций там с половиной хп только главный волк живой так что наверно хил или лима и лима наверное и лима так сколько очков действий на 3 а это радиус или нет ну ладно главный волк еще заморожен то есть будут ходить только мелкие товарищи силы джигурды давайте сейчас а можно же без стрелы и справиться тогда он не общет не вижу этого волка да ты оказывается колдун космический да паука вызвал прилив самонов еще в том что они ходят следом за вами то есть вызвал и есть еще мне кажется увечья да или что или что у него ослабление ослабление ладно просто бывали валим короче тогда подставляемся а как я не понял он же был заморожен а почему я не походил а я заморожен я же заморожена два хода по каким-то макаром это вменяет дело в корне а как я оказался заморожен то куда что-то у волка обилка какая-то было они нечаянно просто не спликнул не ливи я про как кто меня заморозил вот еще вопрос и может ли ты мне сильнуть такой вопрос нет люб к сожалению я этого сделать не могу ближайшего ко мне волка нейтрализовать я вообще не могу меня два хода миша а да тогда забей тогда воскресишь просто блин чушь их не поджег то а ну то есть гг-шечка волки загрызли нас паук у тебя может услышать паук не паук услышать не может он будет бить он будет бить я сказал грозно грозно ой 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 трон трон бей паука ой ой размораживайся размораживайся я знаю ты сила воли победит заморозку а там еще один волк ну да 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 а ревуар надо было водяной щит ставить что а а а а а так ну изи единственное что сразу после убийства снеговиков то есть мы можем вообще никому не согреть и портнуться а таковы и поинт откроем все и теперь я лечу а город на с это silver glen давай давай наверно сюда наверно сюда переходим не сайла глен но похоже же очень похоже давай кроме идентификации сбагревания ненужных шмоток попробуем еще подвал проверить у фанатиков ну у этих а потому что он не открывался он закрыт и я думаю что интересное что-то можно найти в подвале у меня полу у тебя тоже уже чуть больше на начало сми кири пай такая на динамщица вообще заплатил 200 сила аллоу кюри пай так что надо опознать все да резурект наверно стоит купить новым стоит бутылки бы еще за тарец книга непорочных так что мы имеем сапоги 40 брони одного ростова продаю кольцо знание легенд ооо вот это я наверное сэкономишь а что там кроме легенд еще есть открывает навык разряд молнии ну он застанет может но мне придется пожертвовать колечком которая на ловкость сопротивление воде либо которая на силу и воровство ладно пока оставлю в общем у себя щит отстой палочку скорее всего скину сначала тебе что за палочка говоришь а 46 76 54 очка здоровья позволяет творить наклонение заживая вода число применений 3 или тебе не надо я продаю просто я не услышал лучше палочки всегда мне скидывай пожалуйста чтобы не было казусов я ветку могу тебе скинуть ветка же вроде для крафта нужна посох тебе понравится скорее всего а палочку ты скинул я не увидел нет еще я просто сейчас это в торговле да не торопись конечно же так то что нам для крафта типа надо я пожалуй продам потому что сущности мне нафиг не нужны чем металлолом еще набрали на 60 золотых всего лишь хотя сущности здесь сейчас стоит намного дешевле чем они мне показывались поэтому не буду их с нерем продавать собственно говоря все светки воскрешение беру неплохой поясок то блин взлом крепость тела и 47 очков здоровья ладно не будем тратить ничего так у нас 6000 золотых я быстренько отыграл денежки сейчас тебе скину то что мне не нужно скорее всего нужно тебе раз два ммм сайленс да воздушных посох урон у него конечно слабенький а кстати как жезл отличный воду урон отличный плюс еще очков здоровья тьма тьмущая это очень хорошо прям вот прям да и живая вода которая мной пока еще не изучена все косари 26 хп и урон там огонь правда вода это немножко не сочетаются они ну ладно все я скорее всего точнее взял себе знание легенд чтобы не тратить потом время на идентификацию продам ее кольцо которое мне не нужно я пошел ориентировочно к подвалу как освободишься прыгай на меня я хочу сейчас еще найти просто этот скилл чтобы я смог лечиться точнее лечение отравлений всякие прочие мутоты ко мне клеится какой-то шахтер я на месте что секунду я быстренько так расколотая стрела вихрь и стрелы это не то корма отшельника излащение стихий шрапнель тоже не то первая помощь состоит кровотечение увечья и болезни похоже на то это не то увечья и болезни нам надо отравления живая вода это увеличение конституции кажется на 4 единицы то есть он добавляет себе просто хп на несколько ходов на 4 хода добавляет увеличение здоровьем но кажется это 4 консты телосложение добавляет со всеми вытекающими с одиноким волком он эффективнее соответственно 70 процентов а сколько константно дает я не знаю к сожалению сейчас секунду я быстренько вот на закручу сваргане так а где дети пустые дымовые шашки ты там уже ждешь да нет я уже пошел гидрологию изучать понял слепота немота болеть за заражение увечья кровотечение гниения лучше живую воду на постоянной основе изучить так этот став продаем воду оставляем эту воду тоже оставляем шезл наверное тоже ледяная стена как много всего ладно я почти готов бегу ту-ту-ту-ту-ду пиромантии чтобы увеличить количество заклинаний доступных на адепте не помещаются уже вроде как полезные куда идем то вот сюда вот смотри в самом конце есть как ты увидишь у фанатиков этих у ледяная стена у 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 О-хо-хо, такая аркада еще не была. Так, мне не хватает воровства. Нифигасе, у меня воровство на троечке. Мне все равно не хватает. А я недавно буквально продал наручи с воровством. Вот, мол, надо было их оставить. Ну, что, Миш, тогда мы ждем, улыбаемся, пока идем дальше. Окей, я вообще не против. Совсем... Совсем не против. Можешь поговорить с ним, может, он нам ключ так даст. Не, если мы прочитаем там энциклопедию, то... Ну, вряд ли он ключ даст нам, если мы в ряды вступим к этим фанатикам. А давай к чекпоинту тогда, получается. Он лес... Пока не тратишь, да, навыки? Да-да-да, пока жду. А какой последний был у нас чекпоинт? А, Хиберхайм пещера. Скорее, замерзший лес. Ты занят разговором, поэтому я не могу пока. Я просто... Мне надо кое-чего выбрать себе. Вот оно. А почему это требуется, интересно... В растворе, месло... И требуется сила 7. Вот это странно как-то вообще... Зло мне не будет, скорее всего. А, так это же то же самое. Лоу. Это то же самое, только лучше. А, нет, за ремесло плюс один был. Блин, такой подгон. Говори, когда будешь готов. Я готов, я жду. Я готов. Нет. Соберите отряд. Телепортируйтесь ко мне. Да, тяжело. И так. Ха-ха-ха. От начала, наверное... Не очень хорошо будет. И сверху еще эти сагрились. Нормально вышли. Ладно, с другой стороны мы отхилины. Закуплены. И они сейчас все в куче будут. В этот раз я нормально кину. А может быть и нет. В этот раз я отойду сначала, а потом кину. Вот так вот сделаю. Я, наверное, сделаю против заморозки щиты, чтобы... Могу, кстати, на тебя щит кинуть. Аватер Мороза не восприимчив к заморозке. Ага. Ладно, давай сделаем очень хорошо. Раз. Сделаем два. И сделаю, наверное, под... Под следующий ход... Бабочек. Надеюсь, меня не сгрызут в этот ход. Если есть возможность оглушить, то будет круто. Слишком они, видишь? Вижу. Мне надо отойти. Отходим. Проблема в том, что... Я не могу нормально отойти. Я отойду под верхних, короче, только. Верхние могут только заморозить, но вроде они тебя уже не могут заморозить. Три хода. Да, они могут. У тебя оглушение, иммунитет к оглушению есть? У меня нет иммунитета к оглушению. Ну, как ты предлагаешь мне иногда их глушить, если у тебя нет иммунитета к оглушению? Ну, если бы чуть предупредил, то я бы другой щит на себя накинул. Хотя это не очень, наверное, грамотно, потому что любой из волков может заморозить. Тут главное... О, ювелир! Да ты ювелир! Смотри, замороз как будет биться и безрезультатно. Диспел пошел. Ой, не, не диспел. Не похоже. Видишь, неуязвим. Обращайся. Ага. На волков диспел, вот на кого пошел. А-а-а. А, не знаю, к чему. К оглушению? К оглушению, да. Волки позорные. Вообще, что это плохо. О, отлично. По крайней мере, два оглушения еще сработало. Три оглушения. Так. На мне увечье. Которое... Которое я снять не могу. Кажется. Да, не могу. Очищающий огонь надо было юзать. А-а-а. Блин. А я в облаке сейчас... Не, не в облаке стою. Черт. Огонь просто их никак не законтролит. Если их оглушать, то... Как-то молнией или прыжком. Но прыжок это чушь. Ты прыжок можешь на дальних просто хотя бы оттуда уйти. А-а-а. Гениально. Просто гениально. Жакардос. Ну, как-то так, да. Я предлагаю тебе инвиз, на самом деле, ко мне тоже идти. Чтобы они скачковались. Ну, или... Там, по возможности, да, два удара, если без инвиза. Или пирамидкой ко мне. Добро. Ой, бум. Ох, как же там. Там взрывается, насколько я понимаю, каждый из стаков яда, да, получается. То есть, три взрыва... Три цифры по урону. То есть, та база от стрелы. И плюс стаки яды, которые взорвались. От этого и выходит такой зверский урон. Сейчас тоже фаербольчик, наверное, сюда. Они очень хорошо скачкуются. Инвиз вообще отличный, зашел. Да, геомантия хорошая тема. Я даже в гайдах ее встречал. Причем ее брали, по-моему, первым уже. Или нет, погоди. Посмотри, что там еще есть. Да, окей. Да, геомантия. Ну, это как бы еще больше контроля будет тогда. Но вообще я хочу ремесло же вкачивать. А то деньги не тратим. Мы так-то, в принципе, и так расконтроливаем. По крайней мере, пока. Что это было? А, щит мой. И сгорел. Отлично. Щит повесил, который дает увеличенный урон огнем по тебе. И пошел по огню. 25% бонусного. Ой. А, тебя же не видят до сих пор, да? Угу. Они сейчас к тебе сдвигутся, и ты можешь паркнуть ко мне. Потом. Как же слабо. Можешь отложить очки хода. Паркнуться потом. Я могу вам видеть сейчас уйти. Пожарим. Будет стоять. Хочется, чтобы немножко все пришло в норму. А, кстати, рядом с тобой два волка еще. Горелых. И третий слева. Ни о чем. Ну, я бы не сказал. Сейчас все волки будут ходить. Все прям волк. Прям все будут устанавливать. Сейчас будут ходить все волки, да. Окей. Ну, я рискую, что. 106 мне сколько осталось. То хп есть для того, чтобы рисковать. Так что 70-то вообще. 170-то, это многовато, конечно. С одной стороны. Ты не снимешь у него хп. Я сейчас пытаюсь найти прикольные темы. Ну, очень прикольные темы. Горящее самое время. Вспомнил заклинание. А, эти же будут тупить. Точно, точно, точно. Ко мне побегут сначала. Да, да. Да, ну как ты, Валера. Там показывается же, что хит. Ай. А че меня-то бить? Вон паук какой сочный стоит. О, это вообще отлично. Отбегает там. Кусают и морозят. Морозят и кусают. Угу, неплохо. Ну ок. Я готов. Правда, сейчас заморозить могут уже. Здесь полно волка. У тебя приоритетная цель, соответственно, ближний волк. А дальше вообще пофиг. Или, ну и дальше волк, наверное, рядом с пауком. Уже нет приоритетных целей. Сверху три человека. Или два. Я вот не вижу. А, три, да. Этот вожак возвращается. Это мелочь. А там оббегающий... А, ко мне, да? Паук сейчас, конечно, не в тему получился. Может, ты партнер что-то, чип пирамидкой, ко мне? Тут у них хп-то, знаешь, осталось. Кот наплакал. Ну, ладно. Я лучше сделаю вот так вот. И начну сжечь. Огнем. Да, светлячок добьет нижнего, зажжет верхнего. Раз, два. Не добежит он. Кто? А, нижний там один. Короче, я оставляю только вожака. Остальные вроде как двое бухнутся сейчас. Чтобы совсем было хорошо вот так вот. А, и ты еще ходишь. Ну, по вожаку, если удастся выйти на линию, долбануть бы. Отлично. Нокдаун. Да забей, я эти мелкие умрут. Видишь? И паук такой, так, кого укусить. Пыщ. Просто бесполезно немножко. Хотя он, ну, пот немножко выиграл, наверное. Но можно было сохранить. Звериные шкуры. Волосы. Хилочка пошла. Скоро левел. Четверть где-то осталось. Так, нам ориентировочно нужно вот наверх, если минимап открыть. Там чекпоинт справа. И прямо чекпоинт. А можно зайти вот в какой-то замок, не замок, который... А давай вниз пройдем. Да, тут какой-то квест. Олени. Болтают. С дубом. Ходячим. А че они... А где? У тебя хватает смелость прогуливаться рядом с существом, который готов вырвать себе челюсть за один ласковый взгляд хозяйки. Скажи... Ой, сейчас начнется камень-ножница-помога. Скажи, ты всем так дерзишь? Мы с моим дубовым приятелем считаем, что безмозглая храбрость ничуть не лучше трусить. Слушай, а ты можешь зайти и посмотреть, что мне с запугиванием, очарованием и убеждением? Куда зайти? Ко мне в навыки. Не можешь, наверное, да, никак? Чему? Могу. Ай, так. Инициатива. Не, так тебе... Это зависит от других этих. Да, это справа в лидерских. У тебя интеллект, поэтому убеждение. Не-не-не, это вполне конкретные штуки, насколько я помню. Да? Да, в навыках и что-то вроде... Личность. Да, похоже. Там обаяние есть, обмен лидерством. Ну вот что там по... По обаянию, по обмену по лидерству. Ну, ты как? По-твоему, какой за что отвечает? Ну, обаяние — это очарование, скорее всего. Так. Лидерством может быть убеждение. А запугать тогда что? А запугать — это, не знаю. Обмен? Обмен, да. Я всё-таки думаю, это должно... Сила, интеллект и... Обаяние. Это у меня разные... Да, это разные категории. Короче, убеждай. Убеждать — окей. Один. Там пять. Капец, я попал. Страта камнем сейчас пойдёт. Есть, работаем. Без шансов вообще. Работает страта камня. 2-0 уже. Камень пошёл. Работаем! 3-0. Пой. И сразу, и сразу не восполнили, да, и сотрыв. С запасом. Камень тащит. Блин. Кажется, придётся... Да ничего, убьём. Чё, первый раз, что ли? Кровопролитие не помешает. Можно с ним поторговать? Я тебе пока возьму у неё бутылёк. Так, всё, мы перее... Всё, мы закончили. Ладно. Ой-ёй-ёй-ёй, ходячий дуб. Что это, вода? Вода. Олени за нас или нет? Олени вообще нейтральные. А чё на меня-то повесили страх? Скользи, скользи! Почему она... А что на тебя повесили? Страх? Там ещё третий есть. Изменения не действуют. Ну, бас. Вот третий. Только не стан. Это электричество. Я чё-то не понимаю, что за школу у нас тут идут. Этот по молниям. Воздух. Тот по воде... Ну, в смысле, воздух, да. Сейчас проверю быстро. Хильда стоит тут при... У неё отличные резисты, только по яду не очень. И по воздуху, и землю. Ну, короче, на треть резисты очень хорошие. И жизней 700. Дубик. Дубец. Огонь минус. Жёсткий. А у дальнего... Ещё лучше резист. Можешь с меня... Капец. Скорее всего, да. Страх? Да. Страх нет. Подожди, или... Нет. Не могу. Не могу сниматься. Наверное, воодушевлением каким-то. Есть книга по страху. Очищающий огонь, кажется, называется. Заморозка глушения и лечения щиты. Нет, нет. Страха там нет. Видимо, другое заклинание необходимо. Воздух можно попробовать по воздуху. Замораживание... В смысле, по воде там... Вода 100% у элема не заморожен. А у не элема? Тоже 45. Короче, вода забей. Лучше станы пытаться делать, видимо. Или накладывать на себя щиты разные. Слушай, я буду убегать, поэтому убегай вместе со мной. Потому что, чтобы мы не... Когда у меня сфер спадет, чтобы мы не были далеко друг от друга. Хорошо. Только не подскользнись. Портуешь кого-то куда-то? Да, я подальше хочу ее. Ну, как у меня фер спадет, я подниму. Огонь. Видишь, у них разные школы. Падай. Е. Поднял. Ну, хоть ход потерял. Этот не факт, что не упадет в следующий раз. Падай. Вот дура. Потому что у него ботинки с гвоздями. Помнишь, когда... Спасибо. Я думаю, надо сосредоточиться на одной цели. Ну, не на дубе, а вот на правой, которая между нами. Потому что тот будет падать, скорее всего. А эту дурочку надо... Отлично. Можно теперь не сосредотачиваться на людях. То есть тупо дамаг нужен сейчас. Тупо дэмэдж. Причем, кажется, физушный... А, отравление. Точно. У тебя же отравление хорошее. Ой, добро. Чередует он стихии. Опачки. Я бегу, главный. А что иногда он перестал действовать? Ты можешь учить отступить? Наверное. Скорее, все так и надо сделать. Так и по возможности. Возможно будет. Не, не будет. А у лежащей... А, на лежащую можно забить. Да. Ну, если я не подниму. А если я попробую застанеть? По воздуху живой лема ничего нет. У этого по воздуху маленький резист. Сейчас попробую пробежаться лучше вот так вот. Пробежался. Ну, ладно. Хоть немножко отошел. Ты пора пытался, да. Ключевой непорочный заклинатель. В данный момент. Он будет ходить следующим. У него никаких аффиксов нет. По резистам... Не помню уже. Отлично. Очень, очень, очень хорошо. Купил Divinity, говорит Wing Dog. Четыре часа потратил на обучение и создание персонажей. И еще не вышел из города. Почти что-то уровень. Очаровательный голя... Этот ходячий дуб. Игра лежащую тогда. Лежащую? Лежащих не бьет у нас вроде, нет? Бей, потому что это замороженный. Лем работает по нему. И как бы... Все под нашим... А, слушай, когда нокдаун, никакие резисты не действуют. Конечно. Ну, то есть там совсем мало осталось. Если у тебя грубиян был, можно было еще на 50% больше урона заносить по лежащим. Которые встанет. Ну, тогда да. Тогда она не права уже. Сильно не права. Я не хочу его бить огнем по известным причинам. Он разморозится. Угу. Поэтому... А мне больше делать нечего. А, могу снижение сопротивления просто сделать. Вообще отлично будет. Да, работает снижение сопротивления. Ну, вот уже... Другое дело. А с дубом как-нибудь в конце уже справимся. Ч-ч-ч-ч. Хэдыщь. Бах. Ходит Бабяр. Один ход какой-то. Один удар. Как сделал прям... я понимаю что надо на то же пофиг до ход закончился сейчас очарование спадет не у него два хода сиделся келяйся блин да ты прав ты абсолютно прав я очень рад окажется если ты его будешь бить а он уже враг поэтому я буду его убить скорее всего странно что у него к яду почти резисто нет прям 50 процентов но зато потом как они мало но если я буду стрелять огнем яда то он будет дым и ты его потом не увидишь так она по радиусу потом слепоту вызывает блин так будем брони понизим броню так давайте-ка дождем что у него у него как не ударишь всего так 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 что задумал у него приходим но тащи чудо вадим тебя где что должен точно не должно сделаю еще и палочки огненным заморожен так ты его заморозишь когда он горит горит здесь ты к огню уик это побед а вот он тебя смог заморозить оба сейчас быть интересно ну кажется ты пришел себя почему-то скипает ходы короче хридовы понятно суши и вдруг он он нам реально мог раздать еще почему у него кабин на макдаун такой низкий готово чё там выпало то жезл смерти ходячего дуба что починить невозможно позволяет творить заклинание избавления от ходячего дуба неплохой когтистый жезл сбалансированный длинный кинжал сущность воды силы земли напомнил нет так значит это был квест типа возможный предлагаю по мапе идти направо кажется это те самые ворота через которые мы помнишь колодец квест давай мы не могли открыть двери там кстати олени наверняка выходящий экспо с ними можно поговорить до дареному голему в зубы не смотрят говорит олень чё с него взять олень в миш тут лагерь какой-то подойдешь можешь сюда ко мне какой лагерь я боюсь тут ловушка может тут кого-то убили ладно пока я нормально ну конечно как лутать так нормально как кто-то может быть так ахаха ахаха а хаха ахаха ахаха так вот тут еще а да ну нафиг пойду кай лучше пока вы стану крови подкользнулся между прочим книжка была так а здесь что наверх кристалл может быть его разморозит аман на сундуке как раз стоит с марика а уже расставил ухты кольцо хорошие фиолетовое и топор магический тоже кольца давно кассе не обновлялись так и тут лутицки тоже голем один интеллект о и что там сопротивление давай 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 я скинул тебе уже а какие резисты какое какая-то 20 земле 20 ну по 17 земле 21 воздуху in the in the резист воздуху 50 процентов практически и ями что размораживаем мне кажется здесь будет та же самая чем не надо никого размораживать пока там это похоже на тролля так не мы не будем что раз что-лили замораживать зачем я взял вдруг у него у самого есть что-нибудь смотри какой и тайм это это хороший сейчас он оттает потихонечку но может подавали не атакуй сейчас хорошо никого а а ты с этим не атакуют а он френдли за нас фух ваша у я огоньку да да подойду зажгу главное чтобы этот не согрелся гад он должен понимать куда полез у того нокаут плотный какие он час уйдет скорее всего из зоны ранний ушел два лежачих снеговика еще дышит главные пупки у них есть какой урон адский а четверной урон ваша значит резисты минус да о я взорвался прикольно ну все мне не хватит больше не что то он того уже сейчас считай горение по 200 ходы ищ поговорим полин вот сап кристалл счета болин столько опций диалогов у него ну ты расскажи вкратце кто он зачем он сейчас а ты можешь послушать нажми послушать просто ну нажми на тролля не могу так ты не можешь она мой портретик можешь щелкнуть я да все читаю привет это им у тебя в долгу я признательно настолько что даже не стану трогать твои нежные кишочки считает и благодарностью как удалось проникнуть ну давай называют это я ухожу ну расскажи короле и видел тюремщиков коротенье а как бы нам не замок надо надо в замок я 5 хочу выбрать давай бесполезно вообще можно его убить просто пробегись по 1111 а потом посмотрим если будет квест в дневнике там коротенько все моё прозвучие говорится да я обожаю занять я обожаю рыться в маленьких пухлых животных надо его убить он преступник он преступник в тюрьму в тюрьму в тюрьму в тюрьму хорошо пари перенес меня тюрьму магии вот снег вывони снаружи через скрин и тоннель кристаллы разбить и в тоннель можно попасть если скажешь мне заклинание разрыва короче он хочет другой мир попасть но он потрошитель поэтому нельзя ему ничего говорить таких маньяков как ты мне еще не попадалось предоставить не он реально и нормальный надо его минусить лишь да давай мать мочим посмотрим как тебе понравится остаться без потрохов кто еще из нас маньяк наша задача при давай поддерживаем альтруизм отчет может что-то он первым ходит сейчас ногдаун будет да он любит это дело да но ёпресс это так ногдаун и я как обычно снимать не умею у него нет резистов по огню и воздуху по нулям то есть стали можно портнуть куда-нибудь могу партнер меня его куда-нибудь и поджигай потому что наоборот сначала поджечь а потом портнуть что я лежу меня тоже огонь за день я так его аккуратненько ювелирный давай руки лишь так пыщ хотя он очень плотный прямо очень плотный куда бы его портнуть например вот сюда вот окей давай подходи у тебя же нет стрельбы никакой давай подходи может еще раз так не к сожалению нет но скорее всего на него будут действовать станы хорошо поэтому молнии попробую оглушить отличная идея то есть а заморозка не будет действовать потому что вода заморозка что вода ну и так вот еще попробую оглушить есть это последняя опция опять мой ход наверное дпс надо уже да ты сейчас придешь уже в себя я думаю не улагал не будет действовать что не подсказывает если попытаюсь даже меня огнение стрелы все закончится будет закупиться потом ты можешь отойти из огня сейчас на один ход только и ты взрываю мне резисты хорошие да я я хотел кинуть все равно я не выйду и получить удар могу что вечи или да понятно нокдаун но в отличие от меня у тебя есть возможность лучше в огне стану хотя нет не надо ты же хотел сам это сделать или ты не выбираешь место куда не выбираю только не ударяй меня пожалуйста почему иногда он мог мог тебя ударом сделать а ну получай неожиданно вечеринка плохо все они не у него половина хп у нас половина кпс нормально я хотела поджечь я думал я сразу подожжет а что-то нифига давай да нет не так то есть танчик попробуем хелла себя может есть ходов нет уже но могу кстати его попробовать проклясть отечественных кодов будет меньше отлично и слабость еще кстати урон сильно снизится должен чисто всего я сейчас хотя бы гляну чего него вообще у него броня до минус брони мы сделаем сначала немножечко ранее понижена и я я такой я как-то огонь как-то так наверно как ты думаешь иногда он у него есть сопротивление да я думаю ты не сможешь его положить да и зачем мы очень сквозь если у него глушение еще один ход если пробует то уже на следующий я хочу немножко просто пойти наверно вплотную не прикалывает прокатия не действует кстати да давай да можете блин да как-то не очень хорошо резист ну а теперь можно проверить тогда он но молнии он станется как-то осталось 300 но если повезет у меня есть интересного так чтобы узели чтобы урон повысить себя межской брони интеллекта владела для сила ну ладно короче если повезет мыши сумму умеем давай скорее всего нет давай не повезло обманул меня этот товарищ иногда он любит он это дело ну ты его должен добить уже и ходов маловато вот в чем проблема из-за чего увеличим станов нет так я вот так подойду чтобы горение давала возможности больше могу и лему вызвать вот это наверное правильная тема и огонь и дополнительная цель и сейчас походить он еще сможет пару раз как думаешь сколько xxp дадут наверное ну 3300 точно не меньше а вот скорее всего где-то 5 кам дадут 3300 о древние тисовый короче лук и кольцо еще вижу 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 лежу как будет здорово конечно классный будет но от того стрелы 20 чем как ненормальный тип здание легенд троечку нужны вам ничего мне как раз здесь больше ничего нет ну кстати хорошо что мы его бачу я не могу так так силы сопротивления в воде ну чё-то не знаю что нам скажет хорошо бы здоровский был какой-нибудь и левел у него высокий точно то есть он будет хорошим ну да он примерно то же самое как у меня лук только лучше чуть-чуть х классно я его надену вы могли понять да мы подошли кстати к тем самым дверям которых которые по квесту колодцы из прошлого мира здесь есть что поразмораживать здесь в принципе кажется похоже жертвы их это загадки на давай сейф близко очень близко ой кто-то хранить хранитель то 12 уровня я убью а убьем сейчас секира двуручная слева еще утецкий скинул тебе молотова взял пару на продажу обычных хранитель хранитель кажется один это не тот замок то-то-то-то поразмори внимательными а до двери за понятно я не знал что он сразу начнет вот так вот но это чё с ним говорить еще что ты хотел а слушай у меня же есть посох можно попробовать помнишь там палочка которая трехзарядная выйти спалит ну давай попробуй посмотрим поздоровец она сразу минус три тысячи и т.п. а я вообще я не вижу она это плохо она вроде было как палочка может это как отдельный предмет они как задели на тарь глянь так давай лучше проранжирую все по самому новому молниеносный прыжок сожжение и и нет у меня и нет у тебя я случайно в янтаре не могло быть как она выглядит ну это вроде было же зал все же золото у меня точно не очень странно и и точно поднимал возможно и продал мне как последний окей работаем с тем что есть у нас есть хранитель у которого сумасшедшие резисты абсолютно сумасшедшие резисты 3 косаря хп 2900 все резисты вымокшены практически в сто процентов кроме огня который о боже всего лишь 80 можно проклинающих стрелами его напичкать они понижают все эффекты можно попробовать резист снизить заклинаниями давай это и будем делать но он кажется очень плотным прям очень нас двое он один да пока он один это правда так снижение сопротивления еще скорее всего проклятие на него будет действовать один ход нужно надеюсь я не упаду здесь отлично раз сработало не действует тогда курса попытка капец можно него вообще ничего не здесь а у него же 90 тенебрии с этаж все проклятие на него не будут действовать подобные вещи короче только огонь я могу только огнем его прикольно у меня то ели лазералась и один коктейль молотова это здорово да палка кстати квест и предмет слушайте может быть реально была папка палка в квестовых но я не вижу в квестовых и я сейчас последняя ревизия потому что кажется мы ее нет у меня и нет посмотри в свой ход и пожалуйста в инвентаре я сейчас могу посмотреть в инвентаре я говорю что у меня нет никаких палок а верху из лавовой ловушкой вот туда можно протонуть х спали раз ты действительно лава раз блин как же не люблю такие вещи его сейчас ничего не сделать я пойду и юзать а там прошу прошу ордом телепорта я как бы чтобы и включить надо и да нет а просто есть лава куда его можно реально попробовать закинуть то там пока еще ничего нет я вижу и желал все порядка ты видишь это она активно это думаешь да активно я уже умирал на ней не раз поэтому знаю а может быть она в кустовой сумке тенебрия лежит алё рюкзаки есть рюкзаки есть до 1 пойди в него а я не делал ни разу окей я понял сойду следующий ход и дальше сделать то ничего особо я даже не знаю что я могу с ним сделать такое чтобы он офигел просто броня у него большая попробую хлеб броню уменьшить не а это понижающая стрела не дайна не нужно сторон я понял да все равно физуха и мне вообще никак нечем бить просто нечем все урону к который у нее реестр он когда думаешь будьте от чем-то мочить или будет точно не чем-то мочить вот прям из стопа зала тогда на ты мыши ну хорошо спасибо страх пошел у обоих причем накдаун до свидания я буду лежать и бояться не туда ты бежишь михалыч а нет все правильно ты что это лучше чем ты на него бежал рукопашку бьет до бьет в рукопашку хорошо я тогда открываю рюкзак ничего там нет сейчас пока выбираем спасибо за совет я попробую так а я могу наверное создать новую цель тогда пусть он элементарь и бьет ты три хода ногдаун я пойду все-таки получу удар один не не получил и побегу вот сюда болеем там жизнь это резисты чтобы я так жил но и лим что-то нам даст возможность да он по крайней мере может к себе внимание привлечь привлекает я предлагаю действительно попробовать его телекинезом закинуть в лаву то есть перемещаться нужно сейчас в сторону лестницы и наверх подниматься туда его кайтить желательно под инвизом чтобы ну падение там сидела то есть кто вы только вины сухой бьеты и если все уходят в инвиз все ходят в инвиз и окей не красный квадрат который рюкзак который короче там другой рюкзак сумки которые для кровавика у меня кровавик в навентаре просто лежит там сумка есть еще для него у меня нет никаких сумок у них приправа джошуа только и я в свою проверю все порядке а ты чё ход пропустил что я только встал я поскользнулся упалач носу гипс такие же типа иногда он был и тебе его снял ну может быть это просто второй раз твой как где там лужи чтобы я сам не вернулся уже ее нет ну то есть она дальше идет он по центру то что подморожено здесь можешь упасть кстати уже мог упасть да и пирамидовичка внутри палочка внутри этого этой хрени и и я взял эту палочку и я смотрю на . такой ловко такая халява дешевая неопознанный пояс шипами металлический шлем эльфийский жезл земли а какого хрена этот джезл попал мне в сумку в эту клетка с кровавиком не чатик мы бы такая пищная битва была наверняка я бы сказал думал что продал бы его и все вы битвы не было мы атаковали уроном там огнем с самым низким резистом 693 его так вот элементаре протоковал расскажи пожалуйста что у него ценного было скажи снегурочка где было 38 брони плюс одно лидерство сила 8 палочку сейчас опознаю и тебе даже не землей кажется шипастый кастет ох палочка 95 урона на следующий левел позволяет творить элементарь земли правда одно свойство всего но ничего что какой ремень ремень хреновый только хп ну тогда тебе возможно понадобится давай давай не знаю что плюс два оружия 2 оружие ремень инициатива еще а два оружия это уменьшение штрафа увеличение урона с двух рук и уменьшение штрафа на очки и действия кажется ох на 2 очка ох ох карл капец какой ремень ой 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 и сколько сейчас у меня с руки интересно атака очков действия не пару как бы вот мы сюда пришли зачем наверх нужно подняться как-то посмотреть открывается дверь щелк а брошки они здесь здесь три кнопки которые на земле видишь наверху есть страж справа в лаве кристаллы слева посмотри а волова что они дают кажется лаву разлили цены кто лаву разлил и можно ли это убрать а блин как мне нравится тут продуманная механика кажется нужно нужно последовательность правильная да если неправильная последовательность то разливается лава или просто пробежать наверх а может одновременно встать надо нет а наверху обратно отчет смотри 321 и еще зальется опять да нет нет непонятно но не вроде не заливается откуда ты бочки взял пригодится хозяйстве встань слышно встаем давай еще раз торнадец сейчас откатиться как раз давайте сохранимся по-моему эти кнопки это реально только лаву включает да как она так быстро появилась прошло раз она долго не так очищаю можно появляется тогда когда мы подходим до я вообще не трогал ты насть на кнопку нажал не трогала не щелк там было видно что щелкнул ты щелкач вовешение радиус просто дикий я ставлю здесь и она щелкается смотри вот чё за бред вообще на юной кнопки давай а тут сундук то есть там я дала в смотри справа сундук за этим за рядом со стражем миша не бегает я могу тебя туда закинуть кстати попробовать хочешь а ты утонешь его куда кидать собрал не вижу на нет можно я папа нет еще нет этого торнадо короче давай попробуем просто пробежать что один пробежит мимо лавой щелка ей вот может быть вот прошел берегись там ловушку блин ловушку увидели не увидели попробуем на заморозком тут мы и останемся на вечно замороженными нет нет я не хочу умирать у меня и для тебя найдется что делать то будем да вон рычаг у меня и для тебя найдется что делать то будем да вон рычаг болин короче налево сначала там вроде проще все а мы лавы нет подъем а ёп РС ты как злодей из один дома не помню фамилия актера по-моему джо пеши его звали я не могу сделать здесь пирамидка не забывай про меня да да все хорошо так хорошо мы здесь попробуем сейчас пройти к первому сундуку который справа здесь вроде там все нормально смотри тут стражи какие-то они неспроста что они сказали короче ты мне нравишься пусть бсп сапоги гвоздями лучше глядишь падать перестанете он тут не только по моему нельзя магические темпы улучшать гвоздями тем более я могу тебя закинуть туда а можно стражи попробовать издалека убить кристаллы точнее растопить вон он не видно его стражи этого ну как-то стражи надо замочить я гожу неизвимую цель не видно я могу просто закинуть чтобы ты не парился туда далеко и все может сразу за забор меня тогда нет забор а чё у нас хопа так мало не знаю а где ты вообще находишься а вижу внизу невидимости из-за этого туманчика сейчас попробую я боюсь стоп вижу не вижу не стоп остановись а я могу как-то а где-то стоишь вообще аль господи хоть глаз выкали вне зоне видимости ты давай выйдем из этого так я вышел ой ты не вышел вот сюда вот ко мне иди это слишком не далеко может я успею пробежать ну конечно я уже пробовал ходил уж ко мне ты что нет не делай это блин яц она прям инстантом опа говорю же нет зачем время на это тратить ну я не верил тебе все просто так заходим не будем убивать кристаллы это мы не обязательно я могу тебя портнуть только вот отсюда у нас оглушил надеюсь лут того стоит я ничем делал я подходил отсюда вот не вижу не вижу стоп он уже смотрит на тебя почему бы я сразу два меня залил заперта ну попробуем а чё тут пробовать я думаю сложить замка 99 между как ты думаешь тут кстати этот рубильник просто который откроет доступ на право то есть нам скорее всего надо найти прямо сначала надо налево и потому что там кнопки кнопки ключевой это кнопки 3 которые снизу они должны там вариантов то мало давай пас переберем варианты то есть ты предлагаешь вернуться вниз конечно может я стала здесь конечно на себя вешаешь свой щит и бежишь и да 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 так такой план мотор морозом может невидимости там предлагает все равно нам придется и на ссылку дверь до дверь закрытым что это тот этого и не за полку никакого себе не могу открыть главное чтоб там да как я не понял понятно подстава какая-то я считаю не восприимчивый к заморозке а видимо это из-за да я понял можно торнадо было ее знать еще сейчас проверим вдруг это это тоже не должны помогать щелк щелк беги правая что-то изменилось там все сверху видно нет нет и понятно почему здесь сначала 2 рода как фига себе только не спустился я причем даже туда не подошел у него лава появилась ближе чем она обычно появляется то есть в том облике в котором мы стояли она до туда долилась прикинь но через дверь говорит можно тп попробуем вот сразу сюда зайти правда что делать славой такой вопрос А что делать с этой лавой? Дождь работает на нее, нет? Да какое нет, ты что? Нет таких тем. Подожди, я не достану вообще тебя, если далеко закинуть туда. В лаву разве что? Оранжата практически хватает. Если мы подберемся еще... А ты можешь меня на камень кинуть? На камень? Дай попробуем. Или вот между камнем и лавой. Нет, да куда ты? Ну прекрати умирать. Ну, не очень весело загружаться по любому поводу. Я вне экрана просто кликнул. Короче, там между камнем и лавой, видел, да, место? Да, видел. Вот ты можешь туда меня портнуть, через время не могу. На меня, а потом снова меня портнуть туда дальше. Вроде не могу. Но попробую выцелить еще разок. А, не могу. Но боюсь, что на этом место не будет. Тихо, не двигаемся. Я могу тебя отсюда дальше стелепортировать, попробовать. Но пирамидкой к тебе я сдохну, скорее всего. Надо проверить. Оп! А-а-а! Такая вот прикольная. Четырюги! Прис уже очень близко. Сейчас откатывается заклинание. Сложность замка 99 тоже. Ну, эта штука открывается через рубильник, а эта штука открывается через кнопки, скорее всего. Но учитывая то, какие мы специалисты... Ты сможешь меня вообще туда забросить? В этом вопрос мы узнаем через 3 секунды. Два. Один. Откатилось заклинание. Выбрал. Нет. Не могу. Что, мешает? Мешает дверь? Нет. Мешает скорее камень. Я вижу, но до туда нет. Так. Так. Что можно сделать с лавой? Я ничего не сделаю с лавой тут. А, вот ты меня можешь? Вот дальний уголок справа. Там вроде лавы нет. Я из-за камня не вижу ничего. А, можем вот сюда попробовать. Смотри. Вообще, Аркада. Окей, что ты... Ну, пирамидка теперь. Блин. Ну, ждем. Теперь стоим, мерзнем. А как мы... Посмотри, мы... Не двигайся вообще! Господи, не дай бог, я сейчас шаг куда-нибудь сделаю еще. Да нету БСП летящей походки, успокойтесь. За статуей, говорит, тоже рубильник. Но мы до него не добежим, только... Да, да. Рубильник, который открыв... А, да, я понял. Рубильник, который открывает ту дверь, потом возвращаться туда, чтобы открылась эта дверь, скорее всего. Торнадо, лаву, если ее и уберет, то... Ненадолго. Да, эта ловушка рядом стоит. Сейчас за дверь можешь? Нет. Блин, такие эксперты. Примешает... Ладно, сама дверь. Попробуем торнадо, тогда ладно. А потом обратно ко мне на пирамидке возвращается, просто добегаешь до рубильника и на пирамидке... Не дала мне действовать, видишь. А, слушай, стража-то мы можем убить. Нет. У него неуязвимость. Как неуязвимость? У этого нет. Неуязвимость, понял все. А почему неуязвимость? Ко всему. Это же страж. А ты сундук можешь портнуть куда-нибудь? Нет. Даже бочки можешь портать? Я не могу взаимодействовать с объектами, которые за дверями, за... То есть я типа его отсюда не вижу. Все. Ладно, я портую тебя вниз. Сейчас будет, конечно, вниз. Лучше сюда. Потом так. И подзабиваем. Да, я понимаю. А что ты хочешь, вниз спустись? Да, вниз уже. А что делать-то? Ведем дальше по красоту. Запомнили это место и все. Так, тут колодец есть. Мы можем с колодцем поговорить опять. Он тебя может переместить. Столько... Да, ну... Я ищу белую ведьму. Белую ведьму, беря белую, чем в самой белой сне. Кажется, коварный король зимы сковал ее кладовским в дом своих казематых. Так. Расскажи о себе. Хе-хе-хе. Это все, что я узнал. О, треснувшего стража мы реально можем убить. Вот это вот. То есть стража убиваешь и снимается вот эта вот зона, да, с заморозкой. Аналогично здесь стража убиваешь, убирается лава. Или здесь выключается ловушка. Да, сейчас проверим. Что-то не похоже, в общем. Ладно, я побежал. Можешь ко мне через пирамидку. Главное, голем от этого хранителя убили. А дальше ничего. Чекпоинт. Один справа, другой прямо по курсу. Предлагаю сначала направо. Вот там вроде как что-то тупика. И... О, там слева что-то. Бревно. Подозрительное, да? Пустое, правда. Зеленая трава здесь как-то растет. Кто там дальше? Ох, там великолепное сочетание снега и лавы. О, оп, элементали прямо по курсу. Экспо бегает. Да как? Элементаль воздуха. Причем они там сражаются друг с дружкой. Очень битые. Элементаль воздуха. Элементаль воздуха, кажется, к воде, да? Резисты минусы. А, к воде он согрелся. Ты согрел его? Да, да. За всех согрел. Ну как? Ой, там этот дискотека я вижу, да. Это раз. Ну и готовимся к следующему. Их там трое. И все атлеты. А, элементаль, да, с элементальным огня. Ну они, да, враждают. Доминируют тут элементы элементальные льда, как-то, понятно. Любопытно, что они и локацию сделали, видишь, и снежную, огненную, и еще обыграли сражениями сил. Почему-то, как они, что ли? Все, что я touch, 燃ается в сакривании. Это было так сначала, как танцы. Пью, пью. Так, если будет левелап, палочка будет больше, меньше очков действия требуется. По сюжету элементарий поехала крыша, они начали друг другу месить. Что-то было, кстати, да, рассказывали нам в пещерах об этом. Жаль. Увечи. И доспех поломал, гад. Блин, надо было все-таки в город, у меня огни и стрелы закончились. Сейчас сходим. Ой, это что такое? Ну, это новый каст сожжения. Почему ты его раньше не узал? Новый каст. А откуда он взялся? Из-за палочки? Не купил я его на самом деле. Хороший урон. И сразу три стака горения накладывает. А, нет, на три хода горения. Так, что у нас валяется тут? Сущность воды. Я скину тебе армон. А что, опять бой пошел? Как, с кем? С элементарем огня. А, вон сверху. Да, разморожен, разморозился. Окей. Боюсь, что отсюда до него просто не достать будет. Да, я лучше подлечусь тогда, ходик. А я... Ничего не буду делать, скорее всего. Забей, я там на один выстрел. Огонь. Моя стихия. Молния достанет. Да, думаю, достану. Скачком достану. Сущность огня сущностью воздуха. Так, скидываю тебе армор на починку. Полный комплект. Почти. А почему так мало? ХП реально мало, потому что армор скинул. Да. Со здоровьем. А здесь чекпоинт. Справа. Я потихонечку до него доползать буду. Чисто, чтобы открыть. Есть. Оп, там новые элементали воюют. Подходи потихонечку ко мне. Ща. Хуй. Спасибо за ремонт. Вот они слева наверху. Тут еще сверху... Пальба. Сколько их там вообще? Может сначала... Четверо, кажется. Нам... А, уже двое всего. Так, а мы сейчас сами и добью себя. Нет, двое уже остались. Они выиграли. Еще раз. Воздух у нас к воде не очень. К воде. К воде. Откуда мне взять воду-то? Нету такого. А почему я горю? Из вулкана прилетело, что ли? Да, там она летает. Да какого черта? Миша, ходи быстрее. Хорошо. Все сходил. А тебе прям постоянно, да, прилетали? Или ты просто кайф? Не, прям, видишь, в те точки, где я стоял. Я даже не могу достать-то ни для кого нормально. Да, они далеко. Ну, тогда просто стоим, улыбаемся. Так, ну, это надолго, да? Да, ну, почему нет? У них уже мало хп осталось. Плюс они заморожены на два хода. Так, что там у них? Вода. Это что? А, понял. Минус два? Да. И сущности, и золото, и все. Да, е-мое. Иногда он... Сейчас торнадо сниму. Там прям полный парш. Там дальше еще элементарий, вход куда-то. Город, 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 город. Город? Да. А давай чуть-чуть, я ловила получу. Тебе сколько дай ловила по? Деление одно. У меня просто, видишь, стрел мало осталось каких-то. То есть я контролировать уже не могу так. Окей, давай в город тогда. Чекпоинт же рядом у нас? Да? Да, совсем рядом. Хорошо. Нас интересует... Сильвер, что-то там, да? Сильвер хрень, да, точно. Только... Ну так, наверное. Окей, окей. Всем участники добрый вечер. У нас до восьми ориентировочных часов трансляция по Divinity. Девятая часть. Такая история долгая, интересная. И... А потом будет StarCraft с Pomi. Я надеюсь, что с Pomi... А вчера вы сыграли в итоге? Нет, мы играли с соло. Больше по моей инициативе, правда. Не, просто во второй день вроде планируете. Ну вот, второй день я соло играю. Не без удовольствия. Потомишь? Или что-то? Ну, как-то как. Сущности, прикрабцы дают резисты или урон. Если броня и резисты, то если оружие и урон. Блин, а я их продаю. Ну что поделать. Очень, очень зря. Огненное сердце у меня есть еще. Не знаю, что с ним делать, правда. Попробую соединить с луком его потом. Столько заклинаний полезных. Все тестируют надо. Так, можешь поговорить с дамой. У нее интересные там посохи есть. Посохи, говоришь? Угу. Где вода бьет, бога бьет. Где вода бьет, бога бьет. Где вода бьет, бога бьет. Как я могу связать с тобой, чтобы я поднялся в Сейсел? Там уже тоже... Там даже выбор, по-моему, больше. Обновляется заклинание. Мне точно не нужно это. Ну вот я сейчас смотрю тут, что-то все одинаково. Слепота, болезнь, немота, кровотечение, гниение. Живая вода есть. Есть, есть, есть. Окей, мне в данный момент делать нечего. То есть я все купил, что хотел. Надо принимать решение о пиротехнике. Скорее всего... Дорога, конечно. Ладно. Если вообще можно переучиться. Так. Увломаемец. я думаю менять ли 20 очков здоровья на ремесло или нет пожалуй нет деньги надо экономить чтобы стрел понакупить где-нибудь нормальных мы не выгодны господин 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 ее великолепно дала нам огонь, ее великолепно дала нам землю и мой Савви дает тебе звезды в лучшем уровне в городе приди, дай мне ваш лучший оппорт что такое? да не хватает знаний 4 пиротехники чтобы все интересные заклинания изучить проблема настоящая у тебя сейчас стрел скрафчу в принципе горение, заморозка, оглушение, очарование это крутая же штука наверное лучше чем лем лучше чем лем фаерболл нет, огненный щит нет элементарь огня блин и лем тоже хорош в определенных ситуациях как же сделать пищу-то у меня сырого мяса дофига но наверняка в товар не должен это делать так, есть какой-нибудь вот у этой наверняка точно шахтер так, у тебя я готов сейчас я с этим поговорю с полом возможно даже маккартни то есть за эти кровавики откроются магазины из любой стихии в конце времен с мастерскими спылами да пока спылов на самом деле хватает не в этом проблема то есть сейчас вообще вообще я готов перемещаться как только ты будешь готов ага адреналины у меня уже есть призвать бомбу 11 уровня в радиусе 3 метров какие-то такое можно заводную бомбу призвать для этого надо как бы вот, превращение в воздух получаете половину нанесенного вам физического урона неплохо ну это нужен как бы путь ассасина наверное сколько у меня вообще в нем вкинуто уже путь ассасина 1 надо будет 2 чтобы нормально с ним работать а мы решили что ладно забей давай пойдем куда-нибудь а да идем да 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 идем мы в в лавовые ямы судя по всему наверх наверх големом там похоже какое-то здание находится и они продолжают сражаться с скорее всего там не не продавай вещи для для крафта пожалуйста они могут пригодиться нам потом вот пожалуйста элементарь огня сражаясь сначала поздно два обычных элементаря огня сражая собственно вода вода их мочит это прикольно да чем я в прошлый раз бил ты не помнишь этих товарищей м-м гора гора трупов еще ух вообще нам по квесту в левый чекпоинт но доброе утро марио доброе утро пацаны в чатике у нас это весьма такая размеренная трансляция по-другому сложно играть в дивинитим я не 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 все не так опять делаю надо как-то разумно заклинание размещать уже почти все пять вкладок заклинаниями забиты иногда они дублируются конечно редко быстренько все ну тут мы я думаю так справляемся да да они заморожены еще будут некоторое время сошли сильно далеко еще а молнии же можно еще наверно да он же по воздуху не с такими классными резистами правильно и наверное так еще прыгнул оглушение на один ход правда скользить здесь будем жутким образом надо торнадо вызвать значит надо выкинуть отсюда раз щит выкинуть отсюда 2 очищающий выкинуть щит выкинуть щит выкинуть щит выкинуть щит выкинуть Вообще три вкладки Должны заполняться, учитывая три школы С 3 плюс 5 Заклинаниями Немножко чародейство Четвертая вкладка Да, помещаться будет всем с запасом Если все разумно Вкидывать Мне реально нечему увидеть Давай лучше ты Сплошной огонь, остальные на КД Ну у воды Нет нормальных демеджащих спылов у меня сейчас Огонь Полным-полно Вода Местами Ну в смысле воздух местами Есть лава лап Так теперь торнадо запускаешь Чтобы ты здесь салутал нормально А уже все, да? Аааа, еще Наверное, интендапать Это не сомнений Интеллект, урон, заклинаний О, кто-то разговаривает Мы по колено в дохлых импах Войма пифи Чем мы тут занимаемся? Дрессировщики Хладомаги Хладомаги Короче, я туда и поехали, может? Да, пару счетов бы я еще накинул И мне всегда мешают Все Блин Ладно, я вроде... Ну они могли отойти И они так пущен там стояли Ааа, я понял Ну то есть Эрболировать, да? Да Скорее всего У них резисов нет Светлячок скорее Я только поджечь смогу Вот так вот Я далеко слишком не достаю Не факт, что достану Достал, хорошо Че-то... А че по ним Дамаг не прошел Ну это баг По кому-то прошел И восприимчивость к огню К огню? Надо присмотреться к ним получше А ты как бы читал вообще У них резис? Не-не-не, но я увидел Хладомагии Как бы мне этого хватило А я Там у них кто-то Скорее всего Огню масс резисты По остальному ничего нет Да, к огню резисты Резисты как раз к огню Окей Будем терпеть Щиты нужно будет накинуть Нужно было сейчас накинуть щиты Хотя из-за тумана Тут многие просто Не будут видеть Так Кто там? Рейнджерики есть вообще В среднем Да, маги рейнджерики Маг и один с луком Полный с два мага И один с луком Да Молни оглушения Вот так вот Я сначала А, ускорение у меня на КД Это для тех, кто побежит к нам А это для всех остальных О, вот хорошо Пошло О, очки Вот шикардос А у волка А у волка вроде не было резистов А, это ручной белый волк Ну, вроде у белых волков не было к огню резистов, да, наоборот Оглушение, добро Оглушение, добро В 800 хп что-то Очень плотный Нет, ну левый не должен добежать Хотя Нет, добежать-то он добежит Ну, скорее всего не ударит, конечно Ну, давай вот так вот Как раз нужно быть неплохо Что-то хреново Вот ты его землей лучше ударил, чем огнем Намного Что весьма Странно Резисты, посмотрю, волков все-таки У них тоже не восприимчивость к огню У этого У правого волка 30 минус огня А у левого Бонус к огню А, там действует баф какой-то Да, я прочую От кого баф От кого баф От мага какого-то ведьма Скорее всего толкнул То посох Или еще что-то Так Ну, надо туда, короче Поработать, в общем Угу Сейчас ситуативно Так, обходим, обходим Ой, обходит реально Ну, это им минус ходы просто Зачем я с ним Не восприимчивость к огню У волка нет Не восприимчивость Не че, а Это ладно Отравление не сняло Ладно Просто он по ним Теперь не постреляешь А не в дыму Сейчас уже нет резистов к огню Посмотри У правых и у левого волка Но у всех остальных Сняли Угу Угу Щиты Наверное не нужны Никогда Ничего не сделают Ну, мочим Экспы дают Прилично за них Левел ты здесь получишь точно Слева тупик Какая-то сваленная статуя Сломанный страж Так, уважаемые Давайте-ка мы вам Обновите, пожалуйста Продлим Угу Пока можно Право, наверное, зафигарить Там советуют Залетай на молнии И жги все Там непонятно Кто дает резисты От огня Сжечь я там не смогу Пока мы Не снимем Ресы Они сами будут подходить Там часть тренджевиков Часть этих Я кильду все-таки Прожал на всякий случай Это что-то прям Темно Не видно ни черта Больше всего Резистов у ближайшего мага Но у него хп мало Его воздухом надо бить Воздухом Это я могу Казалось бы Там волк сейчас станет, да? А нет У него глушение два хода почему-то Ты по волку молнией стрелял, что ли? А он Нет, он еще с прошлого раза Такой Долго прям Там совсем ничего Вода Вода, 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 вода Вода, вода, вода Не могу я молнией Никого не вижу Нужно какое-то ауе Ну по волку тоже не видишь? Я попробую вот так вот сделать Только не прыгай туда Не, ни в коем случае Ты что? Да, так себе Ну подскальзываться могут Милишник, который подходит И второе сверху Дрессировщик дает ауру Он светится же Дрессировщик это милишник Со щитом, который Да, да, да Вон дрессировщик Аура невосприимчивости к огню Там прям написано Аура невосприимчивости Если тебе удастся Снять центрального Дрессировщика Каким-то образом Хотя у него много Много хп Мы его в любом случае За один ход не снимем Но то, что он милишник Это уже хорошо Он сам к нам должен перейти Может даже лучше Не стоит его дизейблить Просто урон нанесить Ха-ха-ха-ха Халява Волк вышел Должен был выйти Из ауры Да, пока есть Поэтому Я просто его Дожгу здесь Я говорю Дожгу из-за всего По мне правда Сейчас стреляли Безу скорее всего А кто там вообще Остался еще Стоящий Двое, по-моему, да? Оглушен Оглушен Никого стоящих Я не вижу А, да? Да, все лежат В наглядном Ну, тогда я тоже Подхожу Чтоб на следующий ход Врываться Вообще Я хочу И оттуда кину Смотри сам Если ты вырубишь Дрессировщика То я туда Фаербол и прочую хрень Залеплю сразу же Но я могу вырубить его После того, как я откину Ну, вырубить Это значит убить А не нейтрализовать Потому что аура действует Даже если Нейтрализовать явно не получится Ну, там серии стрел Снять ему хп Хотя бы значительно Часто Ну, смотри, сколько у него У него 376 С такой броней Я не пробью Поэтому Давай По-массово работать Ток Что-то мне еще раз Порядитесь там Там еле-еле живые Людям Давай-ка мы его уберем пока Байсиклс 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 А он вообще К чему? К воде Никак, да? У него по огню Резитники Ну, все остальное Ничего Да Я врываюсь Короче, буду его Наверное Ну, отравишься Так Отравлюсь Интересно, я на кого прыгну После этого А на нем еще Там бревно с нами Разговаривали Так И что дальше Что-то Это взлопанный страж Есть идеи, что дальше делать Да, у нас сегодня прям Практические игры Когда спеллов новых Понафигарили Можешь элементали сюда вызвать? Не, элементали я уже забыл Ага Так, еще раз А сожжение по ОЕ работает? Ну, ты хочешь, чтобы я взорвался? Я могу взорваться Но у них резист к огню Они подхиляются А, да То есть моя задача сейчас Дрессировщик все-таки замочить Ну, вообще там есть Один полудоповый лучник хотя бы Он точно стреляет, чтобы Потом не стрелял по мне Можешь хотя бы его убрать? Непорочный стрелок Потому что лучники всегда нам добавляли проблем Да, могу Могу, могу, могу Конечно, все будут ходить, да? Все, кроме замороживающегося дрессировщика И непорочного дуэлянта Так, а если дрессировщика просто выкину куда-нибудь нафиг? В лаву его можно порвать? Попробовать можно Так, все заблокировано Да, я могу за тебя его портнуть Ты его убьешь Хочешь? Ага Тогда не будет резист С чего ты взял? У остальных не будет резистов Аура не достает Ты думаешь, это... Он ее раздает? Да, он ее раздает Короче, смотри, вот так вот попробуем Ну и, собственно Теперь можешь уже Видишь, аура не действует Теперь взрывай газ Базу повстанцев Классно Вот это уже тактика Т значит тактика Ага Кидаю его в кучу врагов Ну, конечно Но, Миша То есть по тебе Да пофиг Я повелитель огня По мне точно попадет Ох, как же зашло Попало Левелап Там горение Двое Правда, тепло Один только может умереть Там следующий ход бы пережить И все Если бы ты добавил туда ОЕ как-то Ты хочешь их нейтрализовать? Да, да, да Все Теперь все отлично Ай-яй-яй Очень больно, да? Да, у меня 1278 Тупайка Илья Удар на 39 Мне пришелся Я пока повкачиваю Туда не зайти Блин Ладно, я тогда Светляка сюда Лучше отсюда начать Так вот раз Там не горят людям Сейчас горят Отлично Минус 3 Далее Этого я Или этого Охлаждение И восприимчивость Я могу убрать Человека за тобой Скорее А у него не восприимчивость Как не убрали Да Вообще Убрал Косяк Ой, а представь Вот такой вот фарш Был у них сразу То есть не выводили бы Мы пачками их из Ооо Ладно, с руки Плохая идея Тоже плохая идея Черт возьми Так, у меня идея Убить человека Который за тобой Или не нужно это Он будет ходить? Он будет ходить Ладно, убивая тогда Раз И Кого-нибудь Заморозить Например Этого Охлажденного Бз Доброе-доброе Так, что у нас тут Да, ничего Уже забей Будем Купой Приходишь Я хожу Хотя один ход у него Как ты видишь Будет Но ему одиноко И грустно Непорочный Дуэль Сколько у него КП-то осталось 358 Но если повезет Сейчас он откатится Хотя Не повезло У него броня Видимо была Да? Нет? 203 брони Ну блин Еще бы А зелья может Это действие Такое Зелья магической брони Да Скорее всего Я не посмотрел Косяк Ну ладно Обвешиваю Надо было красиво Добить А не так Ладно Так Магических предметов Никаких нет Снегоступы Снегоступы Невосприимчивость К подскальзыванию Дверь тут открывается Слева тупик Страж валяется Слованный страж Мигает Ты не будешь Снегоступы брать? Не, нормально все У тебя level up Жешь Я все потратил Уже? Да Я блин Жду его Как только у него появится Чтобы вместе потратить А он Так А если Мастер блок Здоровья Где Вонючка Абсолютный Бывалый Турист Ранняя пташка Рогатка Стихийный Гидрология Геомантия Геомантия Аэродинамика Геомантия Не вижу Я Аффиксы Которые Папиро Пайро? Да Папиро По огню Вроде был Ладно Не буду тратить время Попробуем зайти Внутрь Ух ты ж Ёжик Там теплее Ну Как будто К диабле Идем Реально Такой зал Лава Все в крови Так Я себе Вкачал Геомантию На днерку Что По минимуму Что-то Прикольное Делать А демон Вот Талант демон Увеличивает Сопротивляемость Огни на 15 Снижается Сопротивляемость В воде Кроме того Максимальный Зачем Опа Сейф еще Ну Это точно Босс Но мы Сегодня не успеем Я думаю Девять минут Блин Босса за Девять минут Конечно Точный план Первый Трай И все Ог Я споткнулся Негоступан Надо было Надевать Наверное Нужно было Камень А погоди Я теперь по идее Могу Делать Эти Зачарующие Стрелы Я себе Ремеслужи Скачал Не дай бог Они не сработают Давай Но Но Такое сочетание Возможно Но для него Необходимо усилить Умение Ремесло Давай Офигели На ремесло Три Уже Три Да Вот это уровень Ну и они Все же Времеслов Килил Бедные Бедные Гоблины Несчастные Богатые Борей Это Мак Он Судя по всему Будет Со стихиями Там Посох Какой-то Сделан Козырный И вот Вот Просвещенный Леандра Готов Готов Где это? Господи Секреты Свитков Тебе скинул Как страшно Так Че А уеду До сначала Я думаю Да Надо начать Просто С чего-нибудь Веселенького На счет Три Раз Погоди Если Не прицелился Аналогично Погоди Не торопись Раз Нет Не могу Прицелиться Я могу Стреляем Раз Два Три А наливает Опять Опа Вот и Просвещенные Неофиты Демонами стали Че я яд Заюзал Блин Демоны Демоны ночью У демонов Резисты Против огню И остальные Неплохие Вода Воздух Пробивает Лучше всего Вода Воздух Заморозочком Заморозочку На двух Правых Раз Яд Вообще Ни о чем Понятно Воздух Будут бить физуха Или огнем Могу на тебя огненный щит На случай если Мне кажется они Хотя нет Давай огненный щит Кажется будет там огонь у них Это их стихия И подтягиваюсь к тебе Потихонечку Да С Богом Право течения Четыре Диабло За раз Что-то Габалин Повезло Надо Менять Жезлы С огненного На что-то Более Подходящее Барри Это нынешний Король стихии Отлично Что-то у него В управлении Не очень все хорошо У меня есть Пара заморозок Еще Я по крайней мере Одного попробую Вывести Строю Понятно Все очень нехорошо Проверка Раз Понятненько Это два Ой А у них резисты К воде К воде К воздуху Я сказал Да Вода Воздух Минимальный Только огненный щит Мне кстати Не очень помогает Что реально Став взять Водяной Я водяной Я водяной Воздух Лучше Так вот Так вот Будет лучше Реально Так А в результате Это что Выходит Они Они жесткие Они нас Дерут Просто Вот что Выходит Плохо Ау О Здравствуйте Капец Да Ну молния Глушение Также Как и Заморозка Могут Вывести Как-то Из строя Но Учитывая Что Подоле Тут Вообще никак. Кроме как верхних двоих. А, на одного, кстати, заморозка все еще действует на верхнего. Плотные демоны. Хочу новый скилл попробовать. Самое время. Самое время. Давай. Погоди, мне по-хорошему надо отойти бы куда-нибудь. Давай сделаем так. Сколько пирамидка стоит? Дофига, да? Шестерку. Да инвес ували. Я смогу уйти в инвес если. Телепортируется такой еще ВБСП к замороженному. Хорошая, кстати, тактика. Я сразу использую новый навык. Новый навык? Давай. Хотя он бесполезный, нехорошо подошел. Зачем мне инвес тогда не погоди? Не буду я ничего видеть пока что. Я просто отойду. Окей, я тоже. В инвес, пожалуй, пусть откатятся заморозки. Да и стоп, а почему я... Не понял, я же должен был ходить. Я в очереди был первым. Вот этого я сейчас не понял. А почему... А, кровотечение у нас. Я губчанский, похоже. Да все губчанские. Кроме меня. Тоже губчанские, скорее всего. Но я могу как-то еще продержаться. О, падают. Короче, надо кучнее было их. А вот сейчас уже не продержусь. Пожалуйста, давай. Выживи. Выживи. Я хочу скилл попробовать, пожалуйста. Нет. 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 Ты живой, все хорошо. Да, скилл я хочу новый. Пожалуйста. О, отлично. Только рез не меня сначала. Да какой рез не, Миша? Рез не меня выиграй. А не выживем мы. Да у меня инвиз, выживем. Ага. Рез лишь меня, я инвиз и все ок. Не, я... Ну, это мимо. Все, посмотрим, как вообще он работает. Отойти я точно не смогу. Сразу трое по мне сядутся. Вихрь стрел. Выпускает 16 стрел по дуге в 45 градусов. Урон каждой стрелы снижен до 52-87. Ну, нанесешь урон, да. В гостях у калькулятора. 52 умножаем на 16. Это у нас получается... Сколько это у нас получается? 832 урона. По идее, я должен сразу одного гуснуть. Стрелы в одного не пойдут. Ну да, ты увидишь. Конечно. Они конусом, скорее всего, вылетят. Попадут вдвоих, если угол 45. Блин... Ну, что-то тогда не очень навык получается. Давай сделаешь резурект, потом я тебя подниму, и ты этот навык сделаешь. Да, право... Да не, Миша, ну, эксперименты все равно. Давай. Могли бы битву затащить. Ты сейчас еще скажешь. О-о-о-о... Рез не меня! Нету ходов, сори. Блин, капец. Есть шанс, что они все промажут. Слушай, такая имба. Мы затащим. Завтра обязательно затащим. Или у тебя завтра меняемся к лучшему. Может, все-таки доведем битву эту до конца? Еще один трай, сейчас 59 минут. Ну, один трай. Договорились. Доедешь. Так, смотри, какая ситуация. Нам бы их сгруппировать до того, как пускать всякие массовые заморозки. Вот, поэтому... Может, хернемся, на чем? Я нормальный. А я? Ты да. Так, и сразу нужно... Взять посох нормальный. Бладстоун какой-то. Так, я дождь пока сделаю. Вот, давай куда-нибудь сюда, в угол. В угол, с одной стороны пойдем. Вот, и просто... Агрим. Ой, что-то не сагрил я. Давай назад, 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 назад. Нет, ладно. Ну, хорошо, они, надеюсь, сгруппируются как там. Так, а если я возьму какого-то одного... Утащу сюда, ничего не будет. Ладно, раз... Разкастовываемся, правильно? Для начала. Раз, два, три. Ты можешь мне на урон что-нибудь повесить? Уже нет. Уже нет, но идея, конечно же, хорошая. О, подействовало. Пусть это постоит, по крайней мере. Сейчас тогда вот сюда вот, чтобы тебя поприкрывать. Кровотечение. Давайте ближе, ближе. Главное, чтобы дальний еще подошел поближе. Ты и постреляешь с этим... Не подойдет? Подойдет. Во, отлично. Почти под стенку. Ди с пол. Давай, подтягивайся, подтягивайся, но... Мне не хочет. Пулемет, как ты хотел. Только по одному могу. Ну да, хорошо. А, не могу по двум. Но тогда, как бы, ни один из них не умрет в чем-нибудь. Лучше одного убить, конечно. Давайте вправо тогда. Как ты так промазала-то, Туринда? Боже, ты мой. Видимо, он не сильно вплотную стоял. В прошлый раз он ближе еще был. Но урон, конечно, колоссальный. Что там, две... Сколько там получилось? 700? Где-то 800? Вообще, в прошлый раз 800 вашего. Сейчас просто часть стрел мимо. Пустилась. К сожалению. Что поделать? Угу. Что делать? У тебя был блестящий план, я так понял. Не, у меня тут есть план до сих пор, но я могу заморозить только две цели. И, наверное... Перед нами, которые... Да, это пока делать не стоит. Попробую точечно их заморозить. Это кажется более... Стратить, а вынудистый спал, в принципе, нормально. Бить или не бить? В общем, вопрос. Понятно. Убить тогда. Как слабо. Смайлики штормтрупера. Включайте. Так, надо было сделать сначала. Угу. Нормально. Сейчас главное, чтобы дальний... Этот только один будет ходить. Дальний скорее какие-то косты. Или просто подбегать вплотную. Если подбегут... Клятка в осквернении. Бонусный урон. У меня такая же хрень. Проклятье. Ну вот, все. Сейчас надо будет стенку мне поставить. На трагик, по крайней мере. А тебе, наверное, демаджить нижнего... Ближнего. Хотя, боже, ауе стан, например. Тоже неплохая вещь. Ауе станчик. Давай я на скорость еще выпью кое-чего. Давай. Не хватит. Нет. Проблема у нас с Хистом небольшая. Проблема в том, что я выстрелить не могу так, чтобы нас не задело вообще. Так что, сори. Не получится стан. Могу заморозить, пытаться кого-нибудь из них. Пусть они вот этого. Да и что, давай вот это вот тоже. Понял. То есть, у нас получается двое замороженных уже. Но я сделаю стену таким вот образом, чтобы еще двух заморозить. Отлично сделала стену. Не дожал немножко. Это чтобы станы не проходили. И просто бить, наверное, да? По правому причем. Да, имеет смысл бить того, кто это неправый. Да, того, кто сейчас будет подбегать. И с увеличенным уроном бить. Верхний оттаял. Это два хода. Это один ход. Как ты думаешь, на них очарование подействует? На демонов-то? Ну. Можно попробовать. Очаривайся, пожалуйста. Я такой красивый. Какое горение? Как так? Что? Что не так? Горение, блин. Слушай, они демоны или нет? Демоны. Если я святую бомбу заюзаю? Ну, она нам поможет точно с тобой. Их она похиляет или нет? Ну, проверим. Рискуем? Да. Она похиляет их с хорошей вероятностью, но рискнуть можно. Святые демоны. Святые демоны. Это несколько усложняет на задачу. Все уже очнулись. На самом деле, ничего не изменилось. То есть, у них по хп практически ситуация не поменялась. Бей меня, застанься. Кровотечение. Фигня. Да, этот рай будет сложновато затащить уже. Я еще зря стелепортировался. Что у тебя там жизнеутверждающего есть? Кроме святой бомбы. У них все фуловы, Миша. Нет, справа битый. Замороженный глушен. Как бы и пофиг он же, он ничего не сделает. Может... А, мы не попробовали в итоге это... Кого? Что-то. Очарование, да. О-о-о-о! Так изи! В инвесу уходи просто. В инвес сейчас можешь? А, два очарования. Понятно. Короче, это... Это нечестно, я считаю. Просто по отношению к демонам. Просто нечестно. А что тут не походил? А почему ты меня бьешь? Там демон плохой. Так, этот пришел в себя. Одно я хил. Для начала. Дальше заморозки, попытки. Замораживание наших только. Да, наверное, это более правильный поступок. Только вышел замороз сразу. А и вот так вот, наверное. Пусть скользко будет, но зато... Не заморозил. А, один пришел в себя от очарования. Смотри, верхний. А нижний еще ход будет под контролем. Проблема. Проблема. Я верю, что все получится, друг. Не туда целишься. Спокойно, спокойно. Вот урод-то, а. Защищай меня. Защищайте, Кадоев. Так, я могу заморозить. Скорее всего, морозить нужно верхнего, да? Да, по мне будет бить. Отлично. О, я могу его вот так вот взять. И как бы вот так вот сделать. Че он там? Найс. А здесь получу вот этого. Но можно навесить, например... Ммм, только водный щит. Пока не сломается. Все. Да-да. С руки по 140. Вообще, отлично. Но они уже биты. Надо, чтобы меня не били. Мимо. Еще разок. Тепло ускорением. Найс. Так, они все уже в себя пришли. Ну, да, понятно. Станы, может, какие? Нет? Очарование станы. Станы на тебя тоже будут действовать. Да, будут. Ну, ты готов к этому? Нет. Не готов. Может, на тебя не подействует? Угу. Ну, просто если я сейчас не стану, это мой минус, скорее всего. Все больше тут играет. Почему? Там один только ходит, а потом я. Надо дождь постановить, реально. Дождь, 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 дождь. Ну, я попытаюсь убрать, короче, хотя бы... А, который ходит там. Ну, вот, который ближе к тебе стоит. Слева от меня. Таким, убрать не успею. У тебя под... Вот это вот шквал стрел, он как... Он на КД только половину прошла. Короче, давай я, наверное... 58. Давай я убью хотя бы одного. Ты убьешь? Да. А ты... Вот. Теперь я тебе рекомендую на себя вешать хил и валить куда-нибудь. Хил... Уже был. А, не, не было хила. Но мне много ходов. Я сделаю дождь. Потом есть заморозки. Заморозка. Потому что дождь, он все-таки снижает у них. Действительно сопротивляемость к заморозке. Дальше идет хил. Как ты завещал. Причем хил уже тоже минус талант. Ну, то есть от дождя меньше очков действия. После этого... Замораживать пробую, например, левого. Отлично. И попробую на себя наложить еще. Я не смогу. Так, что-то еще можно сделать хорошее. Вопрос только что. Можно ударить, выстрелить посохом. Какой-то урон будет. А что нет? Свитки у тебя, наверное, какие-нибудь есть. Стена, ледяная, еще что-нибудь. Да свитки на троечку не получится. Свитки, они четыре очка действия. Можно бутыль с маслом кинуть. Мне кажется, что это не совсем правильно. На дальнего может кинуть, он не подойдет. Нет. А, бутыль с маслом ты, Мишу, да? Угу. Он на обойти может. Хотя прямо на него, если... Это хатол больше будет. Это мешает тот, который вблизи. Короче, только став. Выходит. Вот оно что, Михалыч. Ну, это забей. В смысле, ты тоже встанет? Да, тоже встанет. А как так получилось? Аж по цели. А, он мокрый. Он проводил электричество. Оглушение действует на верхнего. Это и защита. Ну все, я хожу. Могу с тебя оглушение снять. Хочешь? Угу. Вот снимай с тебя оглушение. Смотри как. Могу тебя подхилять, например. А могу попробовать заморозить еще кого-то. А могу сделать то и другое. Этот оглушен. Этот по влаге. Ближнего к тебе я пытаюсь заморозить. Далее ем. Могу еще верхнего застанет. У нее тоже влага. Если молнией пройтись хорошенечко. Причем не на тройкой. То может сработать оглушение. Понятно. Ну как-то так. Чего один ходит всего лишь. Давай. Они очень битые. Очень прям битые. О, хорош. Уже практически там четверть экспы накопилось. Двух убьем. Будет вообще класс. Не убьем. Боюсь. Короче. Давай вот. Там уже скиллы подкатывались на заморозку массовую. Стенку поставлю. Все будет ток. Там хп осталось. Не выстоим. Ты какой-то паникер. Я даже не знаю. Как так вот. Берется стена. Вот так вот она ставится. Раз. И два. И все. Замораживаются оба. Еще тут не выстоим. Вот чтобы ты не паниковал. И тебе еще хил навешу. Честное слово. Детский сад какой-то. Работай. Отлично. Ну сдавай уже. Там ход последний. Это раз. Ой. А что это осталось такое? Ладно. Так и быть. А. Это стенка моя все еще стоит. Кил им. Изи. О. Поезд с шипами. Еще один звездный камень. О. Нашли звездный камень. Еще одна частица из нас самих. Возвращенного лёжа. Скоро Скверн доберется наших душ. Пустите камни и цены для нас. Но это лишь камни. Они мы сами. Никакие чары или андро не извращат наших душ. Мы искатели источника. Материализм, духовность. Духовность? Какая духовность? Так, мы здесь делаем сейв. Да. Ты прав. Это была славная битва, видишь? Хорошие биралы. Со второго трайда. Да. Их было семеро. Все там уже спали. Когда стрим по СК2? Когда СК2? Сегодня не будет Старкрафт 2, вы что? Какой стрим по СК2? Кто вам сказал? О, стихийный горн можно использовать. Но это уже ладно потом. Спасибо, БСП, что выдержал. Да не за что. Спасибо зрителям, что смотрели. Сейчас переходим плавненько на Старкрафта. Запись текущей трансляции залью прямо сейчас на YouTube. Будет она, скорее всего, завтра. Десятая, кстати, юбилейная. Или, погоди, девятая. Девятая еще. Черт, не юбилейная. Завтра будет юбилейная, окей. Всем спасибо, до связи и счастливо. Пока. Пока-пока. Суитель.